Всех приветствую. Очень приятно выступать у вас на конференции. Так, коллеги, у нас два доклада по Bitrix24 и по управлению сайта. Меньше двух часов. Каждый из докладов часа на полтора. Да, чувствуете? Что нам придется сейчас сделать? Поэтому мы лирику будем пропускать. Готовьтесь к тому, что вы будете выкрикивать вопрос. Если вопрос прям завальный, я не смогу на него ответить, мы его проигнорируем. Если вопрос полезный и очень хороший, то мы на него будем отвечать. Шучу, конечно, будем пытаться отвечать и стараться все, но нам очень нужна листалка. У вас не получится листать. Да что ж такое? Как вам удается? Мы же рядом, целимся. Так, Bitrix24. Ну, коллеги, поднимите, пожалуйста, руку, кто смотрел эту презентацию. Очень хорошо, но не все. Мадагаскар, да, это Мадагаскар. Так, ну давайте немножечко тогда мы общие вещи пробежим, чтобы не очень сильно останавливаться. И компания, да и вообще этот проект международный. Мы активно работаем на самых разных рынках. Изначально мы открывали сразу на трех языках, на четырех. Потом добавили испанский язык. Потом появился китайский, индийский, бразильский и европейский. Европейский домен появился. Он появился потому, что в Европе есть отдельные законы по персданным. Я пару слов потом об этом еще скажу. Все эти домены, мало того, что пришлось локализовать, еще пришлось. Китайские, кстати, две локализации. Это вообще удивительно. Это именно тот сайт, на котором я вообще не понимаю, о чем мы пишем. Я только догадываюсь, потому что место расположения текста совпадает. Но если мне показать эти фрагменты текста, я не могу даже сказать, видел ли я их раньше или нет. Я должен как-то тренироваться. У меня уже даже была мысль начать учить что-то, потому что рынок-то огромный. Это еще локализация валют. У нас есть такая интерактивная карта. Она здесь далеко не все данные представлены были. Мы ее скоро опубликуем. То есть по ней можно приближать, удалять. Там дальше ролик, да, по-моему. Мы на самом деле залипаем на этой карте, потому что смотрим, где расположены. Здесь вот нажимается, да? И не шевелится. Ну, то есть я могу… Это самые разные клиенты. Где расположены клиенты? Мы недавно делали презентацию большого клиента, показали эту карту. Папуа Новая Гвинея хочу, чтобы вы открыли. Почему? Они говорят, людоеды. Я говорю, и что? Говорят, ну вот так. Мы нашли… И там оказалось две компании, которые пользуются Bitrix24. Это, по-моему, это произвело на него неизгладимое впечатление. Ну, вот как раз мы тут упоминали Мадагаскар. Ну, не буду залипать, к сожалению, времени не так много. Мы перечисляли некоторых наших клиентов, показывая там остров Кирибати, Ватикан, Мадагаскар, который стал названием этого релиза. И здесь мы воспользовались Google Street для того, чтобы показать некоторые места, где расположены клиенты. 800 тысяч компаний зарегистрировано, 100 тысяч пользуются активным. У нас очень сложное понятие активного. Это не менее трех человек, не меньше там одновременно каждый день. И есть некоторые критерии, по которым мы считаем, когда он должен быть активным. География дата-центров. Для того, чтобы обслуживать такую географию, получилась следующая картина. Два дата-центра в США обслуживают КОМ, Испанию, Бразилию, Индию, Китай. Причем Испания – это не та Испания, в основном это Центральная Америка и Южная Америка. Так получилось. Дальше. Два дата-центра в Ирландии, которые обслуживают сейчас ЕУ. Но в связи с тем, что был принят закон в Германии и решение Верховного суда о перстданных, что данные и сервера физически должны быть расположены в Германии, произошел переезд и туда переехал, собственно, в Германию. Уже сейчас завершает переезд ЕУ, ДЕ и ОА. Так что все эти домены расположены физически, расположены сейчас в Германии, в дата-центре Амазона. Два дата-центра открылась в России, тоже закон о персональных данных. Вообще мы подозреваем, что так будет в дальнейшем. В Китае очень сложно, у Бразилии и у Индии пока нет регулирующих, но Бразилия вроде собирается принять аналогичные законы. Так, давайте я, наверное, пропущу немножко, так сказать, лирическую часть. Как происходит выбор? Многие из вас знают этот продукт. Так, да что ж такое? Мадагаскар. Ну давайте побежим дальше. Компания онлайн. Здесь мы говорили о мессенджерах. Мы говорили о том, что вообще мессенджеры становятся чуть ли не интернетом в интернете. Многие из них серьезно подумывают о том, чтобы начать продавать материалы. Многие из них завоевывают фантастические аудитории. 1,4 миллиарда в этом году. То есть фактически все, кто пользуется вебом, все будут пользоваться мессенджерами. У компаний потребности очень похожие. Компании рассчитывают обладать чатом. Вся структура, все пользователи, все должны находиться внутри. Обмен, звонки, мессенджинг. Самое главное не разыскивать этих людей. Они должны находиться. Плюс есть несколько элементов, которые пользуются большой популярностью. И в этом релизе мы представили несколько инструментов, которые очень рассчитывали находить люди. Первый инструмент – это общий чат. Да что такое? Когда вы пишете на всю компанию. То есть если сотрудник появляется, он автоматически добавляется в единый общий чат. Эта конфигурация идеально работает человек до 50. После это превращается в свалку. Только вам могу рассказать. Поэтому есть настройка, в которой ты указываешь, кто может писать в общий чат. Но на начальном этапе компании, когда происходит запуск проекта, это работает фантастически. То есть тебе не нужно разыскивать. Это по сути мессенджер, но на всех. Такой бродкаст. Когда же компания становится более-менее большой, ты фактически даешь полномочия определенной группе людей. И они могут, как там это было раньше, net send. И ты рассылаешь на всю компанию общую нотификацию. А сейчас тортики, и можно поработать. Но вообще очень востребованный инструментарий. Его реализовали в этом чате. Следующее. Вот, кстати, богатые ссылки. Но здесь создается общий чат. У нас есть группы, в которых много всяких инструментов. Но есть общий чат. Это очень похоже, но немного по-другому. Я, например, создаю чат по продажам. Но в нем нет секрета в нашей компании. То есть туда может присоединиться любой человек. Эти чаты доступны, их легко находить. И ты можешь почитать, и если тебе интересно, вступить. И тогда ты будешь подписан. Вот это один из самых популярных инструментов, которым, скорее всего, вы будете пользоваться после выпуска этого релиза. По тем данным, которые мы собрали у клиентов, это становится очень популярным. Общий чат. И следующая часть, по-моему, да, это закрытые чаты. Закрытый чат, это привычно, это, в общем, то, что было, но меняется сильный интерфейс, чтобы было удобнее набирать этих людей. И вы сможете набрать не только отдельных сотрудников, но вы сможете набрать структурный элемент компании, группу компании, все, что с этим связано. Давайте побежим дальше. Коллеги, задавайте вопросы по ходу, потому что у нас, собственно, формат должен получиться примерно такой. Когда можно будет общаться. Что это за слайд? А, точно. Появится нотификационная панель справа в мессенджерах, на всех страницах. И она будет не только на главной, но и на всех страничках. И у нее есть одна, помимо того, что она функциональная, у нее есть еще один очень важный элемент. Она создает ощущение присутствия. Портал вообще создает некую ментальную сущность компании. Но мы иногда теряем, упускаем момент, что люди на связи, что они в онлайне. Вот у этого инструментария есть такая важная функция. Он показывает тех, с кем вы общались, и тех, кто сейчас онлайн, и показывает, сколько вообще людей в онлайн. Опять же, эксперименты на людях дают очень удивительный результат, что возникает ощущение присутствия. Что ты можешь в аэропорту работать, но ощущение, что ты все время находишься с компанией. Итак, новый чат. Это общий чат на всю компанию. Создание открытых чатов, создание закрытого чата. Богатые ссылки, как это говорят. Появился вообще даже такой термин и упоминание конкуренции со слэком. Да, действительно. Есть западный инструментарий, который нашел несколько интересных концепций. Вообще, надо сказать, что в современном мире все взаимным опылением работают. У всех разные концепции, но идеи в целом, наверное, общие. Поэтому наша задача не допустить никаких появлений конкурентов внутренних на рынке. Но вам, как для разработчиков, будет интересен следующий момент. Рестапи для разработчиков, для мессенджера. И вот здесь мы на зимней партнерской конференции будем показывать, как делать соответствующие вещи. Я вообще давно хочу на этом аппе сделать бота. Автоматического бота. Мы еще об этом никому не рассказывали, но может что-то получится. Мы сейчас работаем над проектом. И возможно, кстати, мы же любим на NFR-версиях экспериментировать. Когда-нибудь в вашем появится клаудмен. Вот вы видели этого человека, но он появится в мессенджере. И вы сможете с ним общаться, а с той стороны будет отвечать не человек, а клаудмен. С той стороны будет работать бот, который должен уметь поддерживать общие дискуссии, который должен уметь искать материал, должен помогать и давать ответы. Мы активно работаем над этим проектом. И эта аппе в том числе может быть использована и для него. Поддержка умных вещей. Это Android телефоны, Apple Watch, ответы на устройствах, ответы на Android устройствах. Есть такая часть. По мессенджеру вопросы. Да, наверное, я еще отмечу, что выйдет обновление мобильного приложения, дисктоп-приложения, в которых изменится не только дизайн, но вообще очень хочется, чтобы мобильный мессенджер стал побыстрее. Он сегодня иногда тормозит, когда его там переходишь, он что-то хочет получить, спросить. Его сейчас переделывают на local storage, он станет сильно побыстрее. То есть он станет таким, как очень хочется. Следующий ход по Bitrix24. Ну, давайте общие части, которые вы точно знаете, мы пропустим. Коммуникации. Давно, так сказать, исследованный момент, что когда компания внедряет Bitrix24, внутренней почты между сотрудниками практически не остановятся, потому что удобно коммуницировать внутри. И вот, собственно, график, как она уменьшается. Но она уменьшается не совсем, остается внешняя почта. Что такое внешняя? А, здесь у нас живая лента. Я думаю, что все вы знаете, что это такое. Давайте пропустим. Два незакрытых сценария, которые доставляли неудобства. Первое. Ты хочешь кому-то написать. Я, например, с Юрой обсуждаю вопрос с Яндексом. По интеграции, ну не знаю, там с картами или еще с чем-нибудь. А я не могу их пригласить. Или они не захотят приходить. Или мне не захочется им объяснять. В общем, мне нужно с Юрой и еще с двумя людьми обсудить вопрос. Я всегда раньше переходил в почту и вынужден был начинать сообщение. Но хочется делать это внутри Метриц 24. И второй сценарий. Я получаю письмо, но мне нужно его обсудить с коллегами. И в этом случае я вынужден был отвечать или копировать копипастом, создавать сообщение внутри. В общем, сценарий получался довольно корявенький. И мы хотели это дело поправить. Как у нас это предполагалось? Первый сценарий. Вы инициатор обслуживания. Очень точно надо целиться. Прям снайперский. Так. Пишем сообщение. Готовимся к партнерской конференции. Добавляем текст. Убираем всех сотрудников. И помимо своих коллег, с кем мы общаемся, дописываем еще e-mail того, кого мы адресуем это сообщение. Иванов, собака. Адрес добавили. И указали получателей. И адресуем своим сотрудникам и на e-mail этих пользователей. Отправили в живой ленте. Нам больше ни о чем думать не надо. Человеку приходит письмо. Его e-mail, оно идет от общего адреса. Но e-mail его специальным образом помечен так, что когда ты отвечаешь, у тебя появится это письмо. Мы примем на специальный SMTP-сервер, который готов. И который, собственно, видите, здесь ответ, приложили доклад, отправили. Мы на SMTP-сервер приняли это письмо, разобрали и добавили ответ в живую ленту. И это e-mail был правильно помечен. Мы знаем, что он точно от этого пользователя. И вы его, ну там, в смысле, никак его никто не подделает. Мы решили первый сценарий. Следующая часть. Если я хотел бы ответить не с электронной почты, а с письма, вернее, со странички. То есть один сценарий – это человек в дороге, на мобильном устройстве, или ему так удобнее. Второй сценарий – он нажимает на ссылку, на любую, которая находится в этом письме, и дальше открывается публичная страничка, на которой он может уже написать ответ. Она чуть-чуть по-другому выглядит в итоговом варианте. То есть это как бы наш фрагмент живой ленты, но на которую переходит этот пользователь. Здесь важный технический момент. В каждом письме на e-mail получателя ссылки индивидуальные. И кликая на нее, там сделан специальный такой хитрый редирект, когда он оказывается на этой странице, но уже авторизованный, но только для этого сообщения. То есть он не сможет под другим именем написать никакой ответ. Он пишет ответ, в реальном режиме видит ответы других, лайкает, комментирует, приоттачивает файлы. Одним словом, работает так, как это задумывалось. Попал. e-mail для ответов, как я уже сказал, уникальный. И опять же, объясню вот этот момент, который на презентации мы не останавливались. Про 7 дней. Частым возражением против этого сценария был разговор о том, что текст заиндексируется, а мы бы не хотели. Или, например, письмо ушло. Будет ли это более безопасным, чем вообще переписка по электронной почте? Наша задача, чтобы это было ничуть не… То есть уровень безопасности был таким же. То есть ведь, в принципе, и письмо могут переслать, скопировать, отправить его мессенджерам. Но мы сделали следующим образом. Есть время ссылки, время жизни. И если это время истекло, например, 7 дней по умолчанию, либо, не знаю, можно поставить 2 дня или день или 2 часа. В итоге пользователь переходит по ссылке. И если это уже не актуально, то текст ему не показывается. И говорится, что на ваш адрес выслана актуальная ссылка, перейдите по ней, пожалуйста. Самая главная идея здесь была – не нужно авторизоваться. Потому что, опять же, эксперименты показывают, что когда человека спрашивают, введите логин, пароль или что-то еще, вся конверсия падает. Им уже неудобно пользоваться, неудобно работать. Очень хороший получился сценарий. Удобно пользоваться, быстро. И самое главное – вовлекаем канал электронной почты в работу. Еще раз, если есть какие-то вопросы по этой части, по технике, задавайте, пожалуйста. Ну, вообще, конечно, убить электронную почту – это был маркетинговый инструмент. Я конкретизирую. У нас в компании, мы не смогли запустить электронную почту, вместо электронной почты живую ленту. Внутри коммуникации? Да. Поскольку, когда много сообщений идет мне, я не могу успевать реагировать на все. Я потом не могу посмотреть, на какие я не отреагировал. То есть, какие я еще не прочитал. Потому что я открываю живую ленту, у меня автоматически отмечаются все прочитанные, и все, и письмо ушло вниз и потерялось. Но если я не смогу смотреть непрочитанные, на которые я не дал реакции, то это не убьет. Есть такой сценарий. У нас, возможно, в следующем релизе появится очень хорошая напоминалочка или отметки, что через какое время эти сообщения в живой ленте будут всплывать. Мы постараемся решить этот сценарий. Не хочется нарушать шаблон. Нельзя скрестить соцсеть и электронную почту. Немножко разные инструменты. Если делать нотификации в живой ленте, то они попадают в мессенджер, на специальную страничку, и можно как тудулист использовать. То есть, вы можете отмечать те, которые вы просмотрели, как тудушечку, они будут убираться, а то, что вы не просмотрели, будет оставаться. Получится такой хороший сценарий, такой некой тудушки на текущий день. Мы очень сильно используем сами у себя даже в отделе. Очень удобно. А она не уходит на следующий день. Я оставляю часто задачи, которые были вчера, потому что я не просмотрел. И там же есть кнопочка, можно просмотреть. Да, 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 которая отпоказывает. Вообще, для того, чтобы этот сценарий заработал, мы для облака запускаем отдельный SMTP-сервер, и этот SMTP-сервер пойдет в коробку, потому что эти же сценарии будут работать и в коробочной версии. И ряд клиентов говорит, да, отличный сценарий, но мы хотим, чтобы все работало внутри. Ну, это в первую очередь для получения для отправки. Он такой, в общем, не почтовый, это не почта, хотя задачу свою решает. И второй сценарий. Когда мы получаем письмо, то есть приходит письмо, открываем электронную почту, и вот мы хотели бы его обсудить либо с авторами этого письма, либо со своими коллегами. Пересылаем письмо, указываем e-mail, здесь он у меня уже добавлен в контактный лист, и отправляю его. Это письмо оказывается у меня в живой ленте. Все, я его отправил, оно попало на почтовый сервер, и он разместил его от меня. Это мой индивидуальный e-mail. Он не общий, а индивидуально для меня создан. Все, появляется письмо в живой ленте. Мы можем его просмотреть, мы можем добавить получателей, и здесь мы можем обсудить его. Ну, какие бывают сценарии? Обсуди со своими коллегами, прежде чем дать официальный ответ. Ты говоришь, ну, да, 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 с коллегами обсудил, документы сделал, выработал новый проект договора, и, например, отправляешь, ну, уже в почте. Но есть вариант, когда вы хотите, подключите самого автора. В этом случае вы так же, как в первом сценарии, указываете e-mail, подключаете, и ему идет уже письмо, он отвечает либо в электронной почте, либо на ссылку переходит, и все, мы возвращаемся к первому сценарию. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы сможем представить этот функционал в облаке и в коробке для того, чтобы все мы смогли попробовать, как это получается. Здесь специально так выделены эти e-mail, это те адреса, у каждого в профиле будет два адреса. Первый для живой ленты, второй для задач. То есть те, которые будут персонально созданы для этого человека. Ну, они такие сложные, что защитить, что они, по сути, для того, чтобы защититься от спама. Так мы закрываем эти два сценария. Ну, чуть-чуть продолжим. Все точно так же мы постарались сделать в электронной почте. Вот тут сценарий, я думаю, каждому из нас будет очень полезным, как разработчикам и как тем, кто работает с клиентами. Например, ты ставишь задачу, начинаем работать над дизайном. Получатель, ну или ответственный, ваш сотрудник, а вы ставите в наблюдателя клиента. Но не просто, мы раньше как рассуждали, в экстронет его приглашаем. А здесь вы просто указываете его e-mail, и он будет получать все нотификации по электронной почте, по движению задачи, комментарии, или сможет кликнуть, оказаться на публичной странице и написать вам свой комментарий, так как это нужно. Еще раз, будут работать и те, и другие сценарии. Посмотрите, какой вам окажется удобнее. Но нам кажется, что с электронной почтой все получается, ну, в общем, с задачами очень просто с точки зрения коммуникации с клиентами и вполне функционально. Прошу, дай микрофон, пожалуйста. На каком языке будут отправляться такие письма? Ну, пример такой, у нас в украинском разделе сделан украинский интерфейс. Мы работаем с российскими партнерами, и бывает письма, уходят нотификации на украинском языке, они говорят, что это такое? Бывает на китайском даже, и на немецком приходят мне. Да, есть там такой момент. Ну, реально у нас есть информация только о локализации, на которой вы находитесь. То есть по умолчанию, если я не ошибаюсь, мы же отсылаем в локализации, в которой работает интерфейс. Да, локализация браузера. Локализация интерфейса. Надо бы настраивать это дело. Ну, хороший вопрос, любопытно. Непонятно пока, как решить, но задача понятна, да. Благодарю. Чуть-чуть еще громче. Стандартно, локализация плюс английский, два варианта и все. Да, вопрос, как выбрать. С локализациями-то нет проблем. Надо выбрать, вот вы указываете e-mail, и вы должны как бы указать, на каком языке с ним общаться. На стандартном, который есть локализация, и внизу копия на английском, тот же самый текст. О, это сложно. Особенно при больших. О, это письмо получится тяжелым. Ну, ладно, поищем вариант. Спасибо, хороший вопрос. На самом деле у нас будет как бы карточка, не карточка, а такое хранилище всех вот этих e-mail адресов, с которыми вы будете общаться. И может быть там можно будет сделать некую такую настройку, пометить с этим человеком, общаться, например, там на украинском, на русском, на английском и так далее. Да, кстати, все эти контакты добавляются в адресный список. А что у нас тут за сценарий еще? А, создание задачи по письму. Да, появляется еще один сценарий, когда вам пришло письмо, а вы хотите дать кому-то поручение по нему. И вы также шлете его сначала на себя, потом оно оказывается у вас с текстом, документом, с материалом, и вы можете либо сами делать, либо сменить, назначить ответственного. Почему мы не сделали сразу выбор получателей ответственных? В принципе, такой сценарий возможен. То есть если вы будете знать сложный e-mail, то вы можете ему адресовать. Но кажется, что это усложняет объяснение. То есть поставив на себя, легко сменить. А выбирать, получать или мудрить. Ну, в общем, опять же, наши юзабилисты, те, кто тестируют сценарий, сказали, что он возможен технически, но кажется не очень перспективным. Да, да. Еще хотел уточнить… Чуть-чуть ближе микрофон. Хотел уточнить, по какой логике привязываются письма с почты. Вот что мы точно знаем, к какой задаче он привязан. Вот техподдержки там есть по ID… По тикету ID, да. Да. Ну, пользователь иногда меняет… Вы имеете в виду тому, кто отвечает, как мы узнаем, что это он отвечает? Ну, вот мы привязали пользователя. Указали его e-mail в получателя. В письме есть идентификаторы. В письме есть идентификаторы в заголовке. По ним можно очень легко, да. Смотрите, идет… Если в теме, то пользователь иногда это меняет. Нет, нет, не в теме. Это по заголовкам, идентификаторов в заголовках. Мы уникальный идентификатор отправляем. Да, да, да. Антон так и сделал. Уникальный идентификатор отправляется, и мы поэтому… Уникальный идентификатор reply to. Человек говорит, скорее всего, о дальнейшем общении, когда идут ответы уже, да, правильно? Да, да. Об ответах. Окей. Почему-то мне… Потому что в TP, если тема ID… Нет, все-таки reply to. Там e-mail специальным образом помечится. e-mail, да. Первый раз e-mail, а потом дальнейшие ответы, если человек отвечает. Мы уже по внутреннему идентификатору привязываем эти же письма к этой же задаче, к этому же ответу, то есть находим, когда много. Да, да, да. Это группировка браузера, но это на клиентской стороне, а не на серверной стороне. На сервере, в продукте. Вы будете его идентифицировать по уникальному e-mail. И в каждом письме будет уникальный e-mail, они все равно даже не повторяются. Спасибо. Но мы дадим пощупать, там хороший сценарий реализован. Попадает точно. Так, ну и, собственно, чат. О, давайте. Такой вопрос. Как получить полную переписку по почте? То есть в почте обыкновенной. По всей задаче? Да. А кому это может понадобиться? Смотрите, такой сценарий. Вы отправляете с помощью битрикса на внешних пользователей, которых у нас нет в системе, письмо. Я хочу поднять полную историю. Как мне поднять это с битрикса? В этом случае мы видим такой правильный сценарий. Например, шла дискуссия, участвовали 20 человек. И вы берете, добавите получателя, добавляете 21. Будет странно, если вы ему вышлите 300 сообщений. Но письмо так сформатировано, что там есть заголовок, еще 300 комментариев и три последних. Если он нажмет, он перейдет по этой ссылке на публичную страницу, где сможет всю эту историю почитать. То есть мы считаем, что не очень рационально по почте отсылать. Если хочешь историю, перейди по ссылке, посмотри все в вебе. Ну а представьте, если большая дискуссия была, масса документов, и ты говоришь, хочу историю. И тебе сразу бабах, все 300 сообщений или одно гигантское пришло. Но это скорее убьет желание работать, нежели продолжит. Поэтому пока мы идем вот по пути, когда на публичной странице ты увидишь всю историю всех коммуникаций. Даже письма, отправляясь, отправляются только та информация, которая менялась. То есть мы не отправляем все полностью, все содержимое, а только изменения. Спасибо. Спасибо. Завершающий сценарий связан с чатом. Нам показалось, что можно попробовать и с чатом затеять такую историю. Создаем чат один на один и указываем получателя на e-mail. Указали его e-mail и, собственно, пишем ему письмо. На самом деле там сделано таким образом, что в течение небольшого времени сообщения скапливаются, чтобы не высылать каждые 10 секунд сообщения. И вот я в данном случае текст, письмо, документ прикрепил и через некоторое время, буквально полминуты, минуты уходит письмо. Так оно выглядит в почтовом клиенте. Кто написал, как. Кстати, для партнеров мы все ссылки пометим аффилиатскими параметрами. И дальше человек отвечает. Но он отвечает в почте, а вы сидите в чате. Вы можете быть на мобильном устройстве. Он ответил, приложил проект договора, отправил. Через наш SMTP сервер это прошло, добавилось в портал и у вас появилось мгновенное сообщение. Вы получите пуш, вы получите комментарии, ну и, соответственно, пользователь сможет. Ну вот ваше спасибо уйдет ему. Нам кажется, что может получиться очень любопытный простой сценарий. Но вы знаете, вот здесь как раз представив три разных сценария, мы не то, что мы не гадаем, мы просто не знаем, кому какой понравится больше. Опыт показывает, что это сильно зависит от размера компании и от, ну не знаю, как бы стиля работы, что ли. То есть современные технологичные компании, они очень быстро переходят и предпочитают, например, мессенджеры, почему-то им нравится. А кто-то предпочтет живую ленту или задачи. Какой формат будет выбран, зависит. Кстати, думаю, что еще для вас это будет зависеть от того, с кем вы общаетесь. То есть если клиент очень такой консервативный, то вы предпочтете ему писать через живую ленту и отправлять ему сообщение. Вот. Реализовались сейчас чат, живую ленту, задачи. Чуть-чуть наперед забегая. Каждый контакт, который вы вводите, e-mail, будет добавляться в единую базу. Пока она не связана с CRM, но мы ее обязательно свяжем в следующей серии. И значит, вы сможете со своими клиентами вести переписку через живую ленту, общаться с ними так, как вам удобно. И это все будет разложено по полочкам внутри CRM данного контакта. Что нам кажется тоже очень привлекательным. Но пока вот три основных элемента. Задачи и проекты. Реальная цифра. 23 миллиона задач выполнено внутри Bitrix24. Давай, Юр, я, наверное, тебе дам слово. Ну, давай вот эту вводную часть. Я уже говорил, что мы с вами совсем не похожи на всех остальных людей. Но вообще в компании есть две группы пользователей задач. Есть обычные люди, есть айтишники, давайте так скажем. Вот у нас отдел разработки очень требовательных задач. Им надо и так, и сяк, и ганта, и зависимости. Им нужно много всего. А бухгалтерия, когда им показываешь сложную форму, они перестают тебя понимать примерно через 30 секунд, как ты им объясняешь, как ставить задачу. И это обычная ситуация. В компании чаще всего есть вот, ну они по размеру эти группы отличаются. Иногда бывает большая часть компании простыми инструментами пользуются, а другим нужно более сложное. И для того, чтобы эту задачу решить, мы разработали новые задачи. Сначала они стартуют с простого интерфейса, вы указываете… кажется, ролик не запустился. Это еще не ролик, это был еще сначала первый слайд. Мы даем совсем простой интерфейс, то есть вы начинаете работать с задачами в простом интерфейсе, в удобном для большинства людей, которые начинают работать с задачами, они могут указать ответственно, написать задачу, указать крайний срок и поставить задачу. Все, им не нужны никакие дополнительные данные, не нужен ГАНТ, не нужны зависимости, проекты, учет времени и так далее. Можно я чуть-чуть отмечу? Это важная задача и такой кастрик. На самом деле здесь небольшое изменение в концепции, быстрее надо. Листал куда лучше. Торопит, а? Вы потом в списке этот флажочек увидите, этот костер. Мы решили, что, опять же, изучая статистику, видим, что в основном задачи делают либо обычную, либо важную. Очень мало задач, которые говорят, не важно. Не знаю, почему-то постановщики не хотят ставить неважные задачи. У них задача или важна. Поэтому появилось такое решение. Это важная задача, и тогда будь добр, делай. Вот эта форма, она проста. Кстати, здесь чек-лист появился, он потом по нажатию будет. Ответственный крайний срок. Чаще всего люди, да, ну мы еще потом еще более простую форму покажем. Но есть такой сценарий. Дальше. Ну постепенно набирая какие-то дополнительные необходимые вещи именно для вашей работы, вы нажимаете определенные галочки. Выбираете чек-лист, он добавляется. Вы добавляете какую-то дополнительную информацию по ответственным, по постановщику, по наблюдателю, со исполнителем и так далее. Вы нажали постановщик, каждый нажали, каждый элемент появился. Крайний срок. Нажали планирование сроков, появились элементы. Целый набор дополнительных сценариев. И форма начинает подстраиваться именно под вас индивидуально. Она запоминает ту информацию, которая требуется вам часто, и соответственно показывает вам форму в том виде. Ты немножко преувеличиваешь. Ну там у нас галочка специальная. Что такое? Сама не будет подстраиваться. Я объясню почему. На самом деле, вот давай вернусь, тоже, она много говорит, откуда вообще все это вы берете? 800 тысяч компаний, та статистика, которая возвращает, это огромный массив. И удивительно, но самое удивительное, наверное, то, что на всех рынках примерно одинаково пишут по одинаковые задачи или про одинаковые проблемы. И когда немецкий клиент, например, детально расписывает, почему он попал в проблему, он объясняет. У меня сотрудники развернули, например, планирование сроков, а потом забыли, как его закрывать. А оно им не надо. Вы смеетесь. Они возвращаются в следующий раз в эту форму, и она им кажется страшной. И они не хотят в ней ставить задачу. Выбран следующий путь. Вы, когда в следующий раз зайдете в эту форму, она будет простой. Но если вы из той группы умных, и которым нужна сложная форма, здесь вот, не вижу я на этой части, на следующем слайде, а, ну просто мышка, где подведете мышку, здесь будет гвоздик. И если, например, проект вам нужен, то вы делаете осознанное движение, вы его прикрепляете. Если вы хотите, чтобы планирование сроков всегда разворачивалось, вы его прикрепляете. Если вам нужно напоминание о задачах всегда, вы его прикрепляете, и таким образом вы формируете ту форму, которая вам нужна. И тогда вы пользуетесь либо простой, либо сложной формой. А это у нас? Это как раз уже после прикрепления сложная форма. А, это уже после прикрепления, да. Сформирована сложная форма. Так, давай двинемся дальше. Куда я попал? Подожди, не отобразилась деталька. Ладно, проскочим. Видимо, что-то с разрешением. Это уже была публичная форма. Вообще по задачам много выпущено по функционалу. Мы на той презентации, видимо, сейчас не успеем прям все по деталям рассказать. Мы знаем, что задача для вас, наверное, один из самых таких востребованных, полезных инструментов. Давай. А, отмечу, про напоминания. Пуши и имейлы. И вы помните, у нас было две проблемы с напоминаниями. Первое. Их можно было поставить только себе, а не исполнителю. Мы это поправили. Теперь всех и постановщиков, и исполнителей, и всех остальных вы можете выбирать. И с точностью до минуты. И Смирнов божится, что теперь нотификации будут с точностью до минуты. То есть на самом деле поправили. У нас раньше была такая проблема, что если портал не работал, например, на него не заходили, то сообщение, нотификация могла не прийти. Все поправили. Во-первых, не поправили, а сделали целый инструментарий нотификации. Они теперь должны быть честными и как написано. Ну и здесь еще одно важное значение. Имеет избранное. Мы добавили избранное, оно уже доступно клиентам, вам доступно как партнерам. Вы можете складывать задачи как бы в избранное и собирать себе на конкретный день, на текущий день, на текущую неделю, те задачи, с которыми будете работать. Можно вопросик? Да, вопрос по задачам. Ну как бы во всех компаниях, даже вплоть до того, что у разных сотрудников есть там разный принцип, метод работы с задачами. Как со своими личными, сам себе, так и поставленными кому-то и поставленными мне. Есть ли сейчас или планируется ли в будущем что-то типа категоризации задач или группировки по каким-то моим внутренним признакам или группам или категориям. То есть это не подзадача, это именно вот группировка по моим внутренним каким-то категориям. Не тегам, не меткам, а именно категориям там или нет. Мы добавили поля, такое просили. Вот как раз на основе полей ребята решали в коробке такие задачи. Они добавляли определенные поля и группировали по вот этим полям. Мы добавили возможность добавлять пользовательские поля и в принципе вашу задачу можно через это будет решить. В облаке? Да, в облаке. Это вот в этом релизе? Да, это в этом релизе. Вы поля уже в этом релизе выпускаете? Я не всегда запоминаю, много всего происходит. Так, почему? Вы же вроде говорили, что вы перенесли это. Нет, мы хотели сначала их убрать, не понимали там. Вы мне сказали, что убрали. А потом обратно добавили. Я сопротивлялся, кивнул. А потом они говорили, что все-таки сделали. Скачивание всех файлов одним архивом. Долго нас просили. Нам интерфейс не нравился. Ага, поправили из-за новых. Давай рассказывай про Ганта. Ну, появилась диаграмма Ганта. Мы поддерживаем четыре типа зависимостей. Нет, подожди, сначала без зависимости, сначала... Окей. Вообще Гант. Мы решили поэкспериментировать по умолчанию. Когда обновимся, Гант включится у всех по умолчанию. И вы попробуйте, как он будет выглядеть и работать. Изменился его внешний вид, изменилась функциональность. Он стал с масштабированием. Вот коллеги сейчас двигают сроки. Смотрите, масштабы. Вообще, мне, кстати, Гант понравился. На удивление, я понял, что сильно удобней рассматривать провисшие задачи, либо загрузку. И это индивидуально получается. Посмотрите, надеюсь, что вам тоже будет нравиться. Здесь идет задача, выбор, учитывать рабочее время и выходные. Если галочка в задаче поставлена... Вы, главное, как руководитель, когда ходите, или как руководитель отдела, входите показывать задачи, не передвигайте задачи внутри вашего портала. Приходят уведомления и пугаются. Сергей на последней встрече показывал Ганта и начал передвигать задачи. Но паника создалась такая достаточно интересная. Много зависимых задач было. Ты берешь, одну тянешь, а за ней сразу 50 штук. Раз. И у всех легкий испуг. Здесь коллеги показывали, что есть выходной день, есть выходное время. Может быть, мы с вами, конечно, и без учета выходных работаем, но наши клиенты частенько работают с выходными. И чтобы с этим все работало правильно, сделали так. В этом релизе, который выйдет в эту субботу, не будет перемещения задач между собой и сдвигов. Но эта штучка заканчивает ее разработку. И прямо здесь, в Ганте, задачи между собой можно будет сортироваться, делать под задачи. И, в общем, работать в списке, мы считаем, что должно стать значительно удобней. Отдельно у нас тут ролик есть на быстрое создание задачи. Прямо в списке вы говорите задачу. Ее, кстати, уже можно было поставить, если себе. Срок ответственный. Все, задачи достаточно. Она добавилась в Ганта. Все, вы ее выбираете, помещаете и переместили, сделали ее на месте. Ну, это сделано удобно для создания проектов. Вы накидываете как бы основу проекта, начинаете передвигать, делать связи. Задача в проекте – описание. А в Ганте можно настроить отображение, например, ответственного постановщика и прочее? Кликните на задачку, откроется попап-задача и все настроится. А вот именно в таком виде, как вот сейчас показано. Например, вот… А где? Ну, между, например… А это вот скриншотик я вам показывал следующего апдейта? Между колонкой задачи и непосредственно диаграммы. Вот, например, столбик… Будет, пока недоступно. Я понимаю, что вы хотите получить, пока это недоступно. Ну, что-то типа Power Project. Вы хотите загрузку получить, насколько я понимаю? Ну, где-то так, да. А, я понял, вы имеете… Есть у нас такой прототип, который вроде бы Ганта, но здесь не задача, а здесь фамилия. Это немножко про другое. Вы, наверное, не про это спрашиваете. Сергей, можно вопрос? Да-да-да. Здесь. Давайте с вами отдельно пообщаемся. Очень хорошая диаграмма Ганта. Вы упомянули, хорошо отслеживать загрузку. Есть ли группировка по сотрудникам? По проектам можно сделать группировку, а по сотрудникам в рамках проекта? Вот я как раз сказал, что пока нет вывода, в котором можно посмотреть ресурсы. То есть, когда здесь были бы не задачи, а люди. И тогда ты в той же самой диаграмме Ганта, но только человека и разные его задачи на разное время. Но мы предполагаем, что в скором времени здесь появится не только выбор Ганта, а будут ресурсы и люди. И вы также сможете увидеть загрузку по людям. Так. Да-да. Секунду. Права доступа к диаграмме Ганта. Кто может изменять? Кто может двигать вехи? То есть, менять как раз то, что вы показывали по поводу перемещения проектов. А смотря по какой задаче? Здесь права по задачам. Здесь все полностью на правах. Тут полностью все на правах. Если есть права на задачу, вы сможете сдвинуть. Если у вас есть в задаче, если вы как сотрудник, не вышестоящий, вам стоит галочка, что вы имеете право менять крайний срок, вы его сможете изменить. Не стоит, не сможете. Хорошо, спасибо. Так, давайте покажем зависимости. Расскажи, Юр. Как я уже сказал ранее, у нас есть четыре типа зависимости. Очень легко их устанавливать. Вот эти быстрые задачи дают возможность набросать вам проект, как показано здесь, и начинать связывать этот проект вместе. Сначала удобнее задачи накидывать самого на себя, чтобы не пукать сотрудников, что вы начинаете что-то изменять, что-то двигать и так далее. Вы выстраиваете полную схему, потом проставляете тех людей, которые будут использовать, решать эти задачи, и отправляете им уже полную схему. Как раз по правам, то, что спрашивали, увидят только ту информацию, которая доступна вам по правам. То есть вы входите в Ганта и видите только тот кусочек, который нужно вам решить именно. Вы можете даже не знать весь проект, который вы выполняете. Это не обязательно необходимо конкретному исполнителю, скажем так. То есть вы связываете задачи. Вообще очень важная часть. Нам с вами не хватало для нашей с вами работы в каждом проекте. Ну и это один из инструментов, который, считаем, должен хорошо продаваться с точки зрения вообще клиентов. Зависимость между задачами. Тянем одну задачу, меняем все сроки. Отслеживание сроков, перемещение. Вот эти четыре типа зависимостей. Вы знаете, их много. Это мы тут про тортик, помните, рассказывали. Так, зависимости в задачах. Четыре типа. Мы спорим только про четвертый. Но я спорю. Мне психологически не очень понятно. Финиш, старт, 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 финиш, финиш, старт, финиш. Чем отличается от финиш, старт, не совсем понятно. Но разница, оказывается, есть. Мы не хотели последние два делать сначала. Так, давай, Диман. Да, я помню, мы хотели ограниченный. По сути, сделали все варианты, которые есть на сегодняшний момент по Ганту. Если по задачам есть, спросите. Буквально там парочку вопросов и побежим дальше. А? А, потом подойдем? Да, хорошо, давайте. Так, новые мобильные задачи. Мы пробежим. Мы очень ограниченно представили дизайн. Над ним идет большая работа. В первую очередь для того, чтобы мобильные задачи получились полностью функциональными и решающими все необходимые задачи. Ставить задачу, новый интерфейс, новый интерфейс работы с списком, с деталькой, чек-листы. В общем, вся функциональность должна получиться на мобильных устройствах. Будут ли они доступны в оффлайн? Нет, не будут. Вы знаете, здесь скорее мы идем по нашей единой концепции о том, что скорее онлайн станет везде повсеместным онлайном. Чем удастся научить хорошо проекты работать с оффлайном? По сути, получается, чтобы сделать оффлайн, нужно сделать синхронизацию. Нужно сделать не просто синхронизацию, а устранение коллизий, пока вы были в оффлайне. И там возникает много других проблем. По факту работает очень хорошо 10-20 задач. Как только людей становится больше 10 человек, как только задач становится больше, к сожалению, с этим проектом уже не получится работать. Поэтому все-таки идем пока по пути онлайновой. Ну и мы дали API для оффлайновой работы. Если необходимо, вы в принципе сможете сделать свою кастомизацию. Слушай, ну это очень большая задача. Мы видели много проектов, подходов и к CRM, и к задачам. Ну, раньше в самолете появился интернет. Чем… да уже практически, да. Уже бывает, что… ну, не быстрый, конечно, но уже шевелится. Ну, давайте последний вопрос. Виджеты планируете разрабатывать? Потому что есть решения сторонние, например, там, в Android Market, ну, Google Play. А, виджеты для Android? Да, да, да. Несколько там вариантов виджетов для Bittrex. Не знаю. Очень кривые и не работающие. Ой, а может вы сделаете? Нет. Мы поспортируем. Я могу только там идею дать. Написать, как мне хотелось бы, чтобы было. Кто хочет написать? Ну, пока у нас даже нету отчетиков графических, как в CRM, в задачах. Вот мы их добавим, а потом в следующем этапе можно будет подумать. Так, давайте… Хотя бы виджет там на уровне списка, там, да, то есть моих личных. Даже такого нет. Попробуем, подумаем. Спасибо. Давайте. Подождите, я подойду. Задачи, я понимаю, что мы только два часа можем только про задачи, если только начать. А будет ли какая-то сортировка по задачам на сегодня, на завтра, на неделю? Ну, вот избранная, это, в принципе, такая сортировка и есть. Вы для себя собираете на день, там, на неделю, как хотите. И в зависимости, как вы расставите нам. Ну, вы знаете, нам кажется, что Гант, он ближе к этому. Вы имеете в виду, чтобы их списки видеть? Ну, как во всех туду листах. Мы все-таки рассматриваем, что мы больше про коллективную работу. И нас даже больше просят не то, что сам человек может себе план выбрать, а чтобы ему можно было назначить план. Но вот человеку тоже нужно видеть, что ему сегодня срочно. Ну, вот, собственно, Гант и перемещение между задачами, мы считаем, что решит этот план. Планирование времени. Задачи. Ну, давайте последний. Пожалуйста, а планируется ли у вас в самом продукте выпускать удобные доски задач по разным методологиям ведения проектов? Потому что, ну, клиенты действительно очень вопрос востребованный, спрашивают. Приходится там либо допиливать что-то, либо ставить Marketplace. Но Marketplace не может успевать за обновлениями самой коробки, самого ядра. Да, спасибо, это очень хороший вопрос. Но методологии настолько, они требуют глубокого погружения. Надо понимать эту философию. А на самом деле надо ей жить. И кажется, что не очень большой пул клиентов. Мы все-таки считаем, что партнеры должны делать. Есть Kanban, есть другие методики. Ну, надеемся, что партнеры будут, партнерскими решениями это будет закрываться потребность. Так, мы перескочили на Телефонию. Телефонию. Прекрасный проект. Ты будешь рассказывать пару слов? Или ты не сейчас? А, сегодня будет? Да, сегодня. Нет, давай попозже тогда. Да. Все. Интеграция Телефонии с Bitrix24. 46 стран мира. Виртуальный АТС. Не люблю, когда торопимся. Может, затянем все до 11 вечера. Так, новая виртуальная АТС. Давайте вот я обычные вещи пропущу. Наверное, остановлюсь на важных моментах. Что такое софтфон? Вообще, вот предположим, есть своя АТС. По СИПу соединили ее с Bitrix24. Входящие, исходящие, звонки, все вроде работает. Но нужно было либо компьютер, дисктоп, чтобы был включен, либо нужно было поддерживать СИП-телефон. Физически, либо софтину ставить. А это мало того, что расходы, нам кажется, не очень интегрированы. И мы сделали следующее. Наше приложение после установки, оно автоматически будет подключать клиента к внутреннему телефонному номеру. Без всякого СИПа, без каких-то других вещей. И оно становится, телефон, по сути, ваш мобильный телефон становится еще и телефонным аппаратом рабочим. Он будет выглядеть вот так. С него можно совершать звонки. Я, кстати, этим активно пользуюсь. А для голоса сегодня нужен маленький канал. Это даже не видеопоток. Качество получается отличное. Входящие, исходящие звонки. Для компании есть надпись. Идет запись разговора. Вообще, многие клиенты это очень ценят. Можно штучку эту отключить, но вообще она есть. Так, что с листалка такая? Давайте я немножко… Очень простое решение. По сути, не требует настройки. Позволяет форвардить телефонные номера. Мне кажется, мы не до конца так не раскрыли эту пользу. Как это получается? Но на самом деле польза в том, что ваши сотрудники начинают улучшать телефоны свои, начинают покупать, и вы не тратитесь на СИП-телефоны. И у вас в компании есть связь, у всех доступно. Надо же какую-то пользу выделить. Всем хорошо. Директорскую, да? Я, наверное, продемонстрирую это больше на сценарии работы с CRM. Мы выпустили мобильную телефонию, ну как бы СИП-телефон, давай неправильно, софтфон, да? Мы выпустили софтфон, и вы получаете и входящий, и исходящий звонок через приложение. И когда происходит новый входящий звонок, вот это прекрасный продающийся сценарий. Вы получили входящий звонок, ответили на него, и пока вы разговариваете, ну, мы рассматривали концепцию, что во время разговора вы берете гарнитуру, и в это время что-то заносите в лид. Маловероятно. Чаще всего разговаривают вот так, поговорили, завершили звонок, и потом вы должны, клиент должен сказать всего две вещи. Качественный или некачественный. Ну, то есть это потенциальный клиент или нет. Если он говорит некачественный, он остается в истории, он сохраняется в лидах, в CRM, он попадает в статистику и в отчеты, но он не считается потенциальным. Если же это хороший клиент, то нажимаете, делаете из него контакт, компанию, сделку. Ну, наш с вами сценарий. Обратился клиент и говорит, хочу сайт. Вы говорите, слушайте, я на встрече, я вам перезвоню через 15 минут. Нажали качественный, записали, дело перезвонить через 15 минут. И опустили трубку. Прекрасный сценарий для того, чтобы шаг за шагом пополнять CRM. И второй сценарий – это, как же я не могу попасть? Звонок от клиента, которого вы уже знаете. Ну, он вам перезванивает и говорит, вы же мне обещали через 15 минут. Вы затянули этот вопрос. Но входящий звонок, мы показываем его по базе CRM, мы показываем его последние сделки, последние лиды. Можно перейти к сделке. Вообще все это будет и на планшетах работать, ну и дальше выставить предложение, счет и поработать с клиентом. И это очень легкий сценарий для внедрения. Прям клиенты, не прилагая специальных усилий, внедряют CRM. Вообще CRM классная вещь. Самая тяжелая проблема – внедрить. Заставить всех пользоваться CRM. Будет ли это на компьютере работать? Так это работает уже давно на компьютере. Да, можно будет с компьютера на телефон. Ну, там можно будет звонить по телефонии, а можно звонить нашим внутренним звонком. На андроиде это выглядит так. Вы выбираете любой контакт, говорите, хочу выполнить звонок, и помните, он вам там спрашивает через Viber, через WhatsApp, и там появляется теперь Bitrix24. То есть вы можете выполнить через корпоративную телефонию, звонок, и он уйдет по телефонии. А вопросик? Нет, это просто приложение Bitrix24. Нет, нет, нет. Она работает с любой АТС, которая через SIP-телефонию подключена. Да, вы сможете подключить свои АТС. Микрофончик давайте. Так же, как вы сейчас работаете по SIP-коннектору, то же самое будет работать на мобильном приложении. Гонит нас. Вопрос по технической реализации, можно? А, без микрофона? Вопрос по технической реализации этого технологии. Фактически давно этим уже пользовались, но приходилось прикручивать Астериск, например, или 30X, и Zoyper, или другие клиенты для мобильного или ПК. Брия покупали. Сейчас вот прикольно будет ваш ВОИП-клиент, который, я так понимаю, и для мобильного, и для ПК. Да, совершенно верно. Полностью будет все на платформе Bitrix, или все так же мы пользуемся Астериксом, 30X, чем-то другим? Еще раз поближе микрофон, задайте вопрос. Какой сервер будет выполнять функции самой телефонии? Или мы все еще пользуемся своим, но прикручиваем его в Bitrix, как это было? Ну, Киевстар проект в Украине. Это будет проект с Киевстаром. Через SIP-телефонию вы подключаете свою АТС, любую. Ну, по SIP-протоколу мы, в общем, любую АТС сегодня подключаем. То есть, основное изменение – это Bitrix, сам ВОИП-клиент, междусторонний. Да, да, совершенно верно. На самом деле мы используем функции АТС, вы можете настраивать очередь и перенаправление, навременные звонки, отслеживать качество звонков и так далее. маркировать их каким-то образом. Это наша сторона, это работает для CRM. А то, что вы спрашиваете, стороннее можно подключить любое, в принципе. Просто оно будет дублироваться, если вы начнете и там настройки делать, и у нас. Нужно где-то в одном месте что-то делать. Идея в том, чтобы уйти от сторонних продуктов и максимально все унифицировать в Bitrix. Сейчас это можно сделать, уже не использовать Астериск, не использовать рецепт. Возможно, возможно сделать, но у вас пока немножко сложности с номерами. У вас пока только одна компания. Там просто через договор получается. На самом деле, телефония одна из самых регулируемых частей вообще во всем мире. Для внутрикорпоративной связи, без выхода на внешнюю. А вам не потребуется даже внутренний? Уже можно полностью воплощать в Bitrix. Давно решен вопрос. Спасибо. Внутренний вы можете набрать прям внутреннему абоненту и общаться с ним прекрасно. То есть ничего для этого делать не нужно. Так, Юра. Еще секундочку. Вот Юра сказал по поводу проблем с номерами. А возможно ли реализация таким образом, если у меня мой SIP-сервер, на который заведены мои номера, ну, те, которые есть, и куда я могу подключить дополнительно не только Киевстаро и городские, а уже свой SIP-сервер я коннекчу с вами, ну, с Bitrix. Да, через SIP-шлюз. И уже все у меня... Вся интеграция с CRM будет работать. Ну, так эта штука давно уже работала. И в облаке, и в коробке, да. Да, SIP-коннектор 199 гривен в месяц. Так, коллеги, нам нужно спешить. Юр, мы по CRM. Когда же я уже научусь попадать? Давай рассказывай про новинки. А может компьютер сюда как-то выдвинуть? Нет? Что мешает-то? Ну, или ставите тогда. Светлана. Ну, немножко пролистали то, что будет в CRM, но там три главных интересных составляющих. Мне кажется, давай мы все-таки пропустим создание на основании, потому что эта часть уже, скорее всего, многие пощупали. Она доступна, да, уже. Свойства товаров. Тоже можно пропустить. История просмотров. Новый интерфейс. А что у нас тут? А, справочники. Ну, давай пару слов скажем. Вообще, клиенты частенько обращались с потребностью легко создавать сами свойства, стадии сделки, например, как тут мы настраиваем. Но не только положительные, пока она движется до выигрыша, но и завершающие, финальные, понимаете, раздвоения успешно и проигранные. Настраиваются здесь цвета, сценарии, подготовка. Иногда у рекордсмены, по-моему, десятки проигранных сценариев для того, чтобы потом посмотреть на вот эту воронку, по какой причине они реально не выигрывают сделки. Не, не выигрышной стадии в воронку не попадают. А не успешные стадии в аналитике тоже есть? Ну, в аналитике есть, но это не для этого делают. Делают скорее, чтобы работать дальше с сотрудником, которые проигрыш сделали. И там идет по стадиям поругать, похвалить. Окей. Так, идем дальше. Новые аналитические отчеты. Давай здесь как раз ролик будет. Пока он… Ну, про лиды, да? Да. У нас были аналитические отчеты, доступные для сделок. Мы расширили ассортимент, теперь доступны в лидах. Из самого интересного, то, что появилось в лидах, мы выводим конверсию в положительные. То есть вы видите, какая у вас конверсия, насколько хороший трафик вам предоставляет маркетинг и ваш отдел маркетинга. Вы можете отслеживать неуспешные лиды, как бы отсеивать их и видеть тоже, что с ними делать, работать, не работать. Естественно, стандартная воронка. Добавились источники лидов. Вы можете делать кампании по каким-то срезам, то есть реклама на баннере, реклама в телевидении, реклама на радио и так далее. Видеть по срезу, откуда пришел звонок. Вообще CRM стало значительно легче продавать и вам, и нам. Графики становятся очень наглядными, визуальными. И мы тут проэкспериментировали в этом релизе. Каждое утро аналитический отчет для сотрудников будет включаться по умолчанию, потому что в нем показан его рейтинг, позиции и коэффициенты. Считаем, что должно получиться любопытно. Конечно, я же перелистить не могу. Как к одному лиду вообще привязать две сделки, например? Возможно ли это? Вообще можно сейчас сделать конвертацию в несколько сущностей, и мы это добавили. Вопрос в том, как потом отслеживать, сколько сделок, воронку построить правильную, учитывая еще несколько продаж одному лиду. А зачем лиды? Там уже контакт создается. Для контакта мы сделаем как раз множественность. А когда, кстати, мы сделаем множественность? Ну вот она после релиза выйдет сразу. Множественность нас часто просят, и мы обязательно добавим. Просто из лида немножко непонятно. Лид это такой промежуточный этап, это скорее звонок. Он отзвонился, вы его перевели куда-то, классифицировали, теперь для вас он клиент, вы его знаете. И скорее множественность нужна либо в контактах, либо в компании. А в лидах мы немножко пока не видим необходимость. Коллеги, есть ли я просьба? Вы говорите, пожалуйста, руку поднимите, мы подойдем. В другом зале не слышен ваш вопрос. Так, коллеги, давайте побежим, потому что уже все мне начали показывать, что мы опаздываем. Новое десктоп-приложение, сотрудники, сообщество. Пульт живет своей жизнью. Мы пропустили, линукс-приложение появилось. Десктоп-линукс-приложение. Оно диск пока не поддерживает, но зато видеозвонки, телефонию, чаты, мессенджер, все работает. Так, вот, а тут все-таки мы должны остановиться. Ну, здесь можно громко не ставить, я пару слов все-таки скажу. Вообще, это один из самых важных проектов, над которым мы трудимся. Последние, наверное, полгода. Мы к нему давно искали подход. И вообще, идея первого нетворка, она состояла в том, что мы понимаем, что между компаниями есть связи. Очень хочется их задействовать. Мы сделали первый нетворк, и он решил часть задач. Он стал единой системой авторизации. Он обеспечил обмен мессенджером, звонками, но тяжеловато. Во-первых, нужно переходить в новый этап. Во-вторых, нужно, если в браузере, то нужно переходить на новый сайт. Ну, опыт зато мы получили очень ценный. Но целый ряд вещей выполнили прекрасно. Вторая часть концепции состоит в том, что есть экстранет. Экстранет очень популярная штука. Его легко продавать. Когда ты встречаешься с компанией, ты говоришь, вот ваша компания, это ваш заповедник, но если вам надо работать с юристом, вам его вот сюда пригласить. А если вы хотите, например, вы с заказчиком работаете, вы говорите, хочешь смотреть за проектом, приходи к нам, вот мы тебе сделали группу, смотри за задачей. Но тоже получается, если у вас несколько экстранетов, то вам нужно ходить в разные компании, ходить в них. Если, ну, в общем, получаются такие неувязочки. И вот эти два сценария дали нам некоторую сложную дискуссию, в которой мы пришли к ряду выводов. Первый вывод, что вообще для компании существуют все свои и все снаружи. То есть есть свой пользователь, сотрудник вашей компании, и есть те, кто внешние пользователи. И тут, наверное, нужно важно, и для клиента не важно, он в битрикс24, он на электронной почте, либо где-то еще. Вы со своими работаете здесь, а все остальные там. И понятие экстранет туда вписывается, понятие нетворка туда вписываются. И мы начали рассуждать, что можно попробовать сделать проект, который станет, наверное, неким таким новым уровнем. То есть мы его пока назвали нетворк 2.0. Я вообще подозреваю, что через год мы все это будем воспринимать просто как часть самого битрикс24. Но пока все это нетворк 2.0. Сначала концептуально, как это будет и что это будет. Свет, переключай, пожалуйста. Да, пускай так останется. Верни, пожалуйста. Давайте с первым концептом. Мы работаем в живой ленте. Ну, например, мы хотим с вами обсудить какой-то вопрос, новую ценовую политику, либо еще какой-нибудь вопрос. Указываем получателей и указываем человека, ну, например, у которого есть битрикс24. Я могу просто записать e-mail, и система найдет этого пользователя среди всех клиентов битрикс24. Но только точный e-mail. Конечно, нельзя его там подбирать по каким-то другим атрибутам. Или просто ищу по имени. Вот каждый из вас сможет меня, например, найти, там, Сергей Рыжиков, и написать мне сообщение через живую ленту. То есть вы пишете кому, указываете данные, прикладываете документы и отправляете в своей живой ленте. Вот этот слой, который мы называем сегодня между собой шиной, или который мы называем Network 2.0, в наших терминах это низкоуровневая логическая репликация, единой интеграционной шины. Ну, ладно, это я только на партнерке могу сказать такие штуки. Это сообщение с вашего портала через эту интеграционную шину появится в моем портале. Так, как будто мне его написали, написал внешний пользователь, вы. Я его лайкну, лайк в реальном режиме времени окажется у вас. Я у себя закомментирую, комментарий окажется у вас. Вы напишите ответ, прикрепите файл, и это окажется в моей живой ленте. Мы с вами не будем задумываться о том, мы вообще в одном. Ну, как бы, вроде, ну, технически это выглядит так, как будто бы вы ходите ко мне в экстранет и пишете у меня, как будто вы браузер открываете. Но благодаря вот этому решению мы сделали возможность не переходить в новый портал. Таким образом получается, получатели могут быть и на электронной почте, и в Bitrix24. И вот мы вам показали перед этим сценарий работы с почтой, это как раз половина вот этого Network 2.0. То есть вы, не задумываясь, пишете через живую ленту. Я уже вопрос Дмитрию туда задавал. Если у меня, допустим, несколько порталов, я зарегистрировал на нескольких, как будет система определять, в какой из порталов необходимо поместить? А система это не определяет. Это определяет я, например, если пишу вам. Я нахожу вас по имени-фамилии, он показывает вас в четырех порталах. Откуда я знаю, какой из порталов мне нужно писать, каким пользуется человек? Ну, для примера Skype вы тоже не знаете, кому написать, но придется проэкспериментировать. Но там один всего пользователь. Нет, не всегда. Моя фамилия находится штук 25 человек, и вы тоже не знаете, кому написать. А если особенно фотографий нет, то вообще неизвестно. Такая же ситуация. Нет, вообще, конечно, есть такой актуальный вопрос, но мы думаем, у вас скоро будет один Митрикс24. Вы решите все объединить. Станет удобней. Да, возможно, будут разные компании. Возможно, вы дадите себе дополнительный ник. Ну, возможно, разное решение, но выбор делает сам пользователь. Сейчас я чуть-чуть концепцию расскажу и про чат, и про… А, ну давайте вопрос. Да, вопрос как раз к этому и относится. Продолжение его, по сути. А как пользователь вот этот внешний, развивая тему, выберет, во-первых, к какому пользователю мне отправить, в какую из десятка компаний, в которых я состою. Например, у меня 12 Митрикс24. Ничего себе. 8 облачных и 4 обычных. Кстати, коробка тоже будет поддерживаться. Так вот. И я как бы не очень хочу, чтобы все пользователи, которые пытаются меня упомянуть, знали о том, в каких коробках и облаках я нахожусь. Вот я так знал, что будет этот вопрос. Я предлагаю вам сменить в том портале имя, фамилию. На самом деле мы делаем отдельную, как бы в профиле вашем, отдельную вкладочку, не вкладочку, а врезочку такую, на которую вы можете поставить то имя, которое будет засвечено вот как раз в нетворке. И вы можете в портале пользоваться с вашей фамилией и именем, а на этой врезочке поставить, я не знаю, там любое значение, какое хотите. Ну вы сможете скрыть некоторые порталы, которые вы не хотите, чтобы они светились. Да, будет такая настройка. Итак, то же самое работает с задачами. Вот многие из вас сотрудничают между собой. Или бы хотели. В задаче выбираете другого партнера, который делает вам задачу по аутсорсу. Ставите ему задачу, и эта задача появляется в его портале. Как будто бы вы ходили в его экстранет, ставили ему задачу. Он перемещает сроки по Ганту. У вас в реальном режиме времени перемещаются сроки, приходят нотификации. Отчет, даты, смещение, документы. Все функционал задач, как будто бы… То есть мы по сути обеспечим вам точную реалтаймовую синхронизацию этой задачи между несколькими порталами. Причем, опять же, у вас может быть несколько человек, они в разных порталах, а один сидит на электронной почте, ваш клиент. И он отвечает реплаем на электронную почту вот так, как мы показывали перед этим. Ну и такой же сценарий будет работать в мессенджере. Партнеры-то уже попробовали. Очень многие мне уже написали. Прямо в своем мессенджере, не выходя в тап нетворка. Коллеги, вот тут я обращу ваше внимание. Вы не переходите в нетворк больше. Прямо в мессенджере. У вас же NFR-ки все включены. Попробуйте мне напишите Wi-Fi, если еще работает. Найдите Рыжиков Сергей, и у вас там будет CP Bittrex.ru. Это наша коробочная версия портала. И вы можете написать мне привет. И этот привет появится у меня пушем через мое мобильное приложение. Придет мне в телефон. Я смогу ответить. Когда мы представили NFR, мне кажется, я пообщался с несколькими сотнями человек. Это было замечательно. Это работает. Все, мы теперь будем в контактах. И все это будет работать. Чуть-чуть забегая вперед, там не будет об этом слайдов. Если вам пишет новый человек или клиенту пишет человек, так же, как в мессенджерах будет концепция. Спам заблокировать. Потому что реально есть два подхода к организации коммуникации. Вот в прошлой серии мы пробовали дружить-не дружить. Помните, в нетворке. Добавить в меня друзья, а он согласится или нет, это медленно. Мессенджеры сегодня решили эту задачу. Так же, как с телефоном. Вы же можете найти мой e-mail или мой телефон. И можете мне написать. А если вдруг клиент говорит, я не хотел бы с вами общаться. Он что делает? Он нажимает спам и нажимает заблокировать. Этот же механизм будет здесь. Более того, сейчас мы выпустим обновление, в первую очередь мессенджера. И в нем будет рекомендации, с кем вы можете пообщаться. То есть, кого вы можете знать, у кого есть Bittrex 24. Кому вы сможете написать. Все это будет работать в мобильном приложении. Вам, кстати, не надо будет 12 мобильных приложений. У вас одно мобильное приложение, и в нем вы сможете… Что можно? На новый? На кофебреке я вам покажу. Давайте вопросы по… Давайте чуть-чуть, я сейчас закончу. Здесь есть вопрос этот, вернее, есть шина. Основные сценарии использования. Итак, мы реализовали уже первый вариант – живую ленту. Задачи с e-mail'ами и чат и видеозвонки между порталами. Сейчас пока будет бежать ролик. Задавайте вопросы. А это что? А? Сообщения написали. Семь сообщений уже. Окей. Что там есть? Вы Волошина можете найти, кстати. Не только меня ищите, коллеги. Сергей, у меня такой вопросик к вам. Подскажите, а вот у вас будет интеграция задач между порталами, а какая ситуация с теми задачами, которые относятся к группе? То есть они в каком-то проекте. Допустим, я веду проекты с разными партнерами, клиентами. Как это будет у них отображаться? Групп-то у них нет. Правильный вопрос. Вообще мы хотим, чтобы и группы синхронизировались. Но пока боялись вам об этом говорить, берете группу и приглашаете в нее, например, Диму Суслова. И у него эта группа вылезает в нашем портале. Но никто, кроме Димы, не видит ее. И он работает с ней. Задача в группе, она находится в задаче в группе. Будут группы интернет-экстронет. Будут внутренние и внешние группы. Хотим реализовать такой проект. Вообще задачи между порталами мы, скорее всего, реализуем либо в начале, ну, к весне. То есть сейчас самый сложный пилот, когда нам нужно взлететь в мессенджер, по сути, запустить всю шину. Сейчас по шине работает… Ну, неправильно, да, пользовался этим словом? Хотя мне очень удобно. Сейчас примерно 2000 порталов. Вот в эти выходные мы запустим, откроем на всех клиентов, вы сможете общаться со всеми клиентами, используя мессенджер. Все. Если я не ошибаюсь. Это вот основной состав по BITREX24. Это значок дня рождения. Мы есть такое дело, опаздываем немножко. Я уверен, что все пожертвуют обедом, Дим. Так, вопросы, прошу. Вы приоритетно прям сели, чтобы задавать вопросы. Коллеги, отбирайте микрофоны. Несколько вопросов по BITREX24, а нам пока поменяют презентацию, сделают нам по бусу. На презентации, которая вот в онлайне была, вы говорили, что там обновление будет поэтапное, там, ну как бы… Да, да, да. А когда вообще планируется уже вот окончательно вот Мадагаскар в полном всем объеме? То, о чем говорилось на той презентации. Вот о чем мы все-то рассказали, да? Да, да, да. То есть там… Я пропустил сейчас слайд. Вообще мы планировали в предыдущую субботу запустить первую волну, но обновление очень большое, оно затрагивает, ну, наверное, два-три десятка таблиц, и его не рискуют ставить на неделю. В субботу мы не успели, и сейчас все выпустят вот в ближайшую субботу. Обновление запустят. Я думаю, что где-то в субботу-воскресенье оно будет развернуто у всех клиентов. Это будет первое. В нем выйдет мессенджер между порталами. Весь новый мессенджер и все функции по мессенджеру. Выйдет мобильный, но у вас, наверное, еще не успеет обновиться мобильное приложение, хотя Android могут успеть отдать. А с iOS будут сложности, он попозже уйдет. Выйдет диаграмма Ганта, выйдут зависимости. Новые задачи не успевают в этот, да, через неделю. Почты тоже пока не будет. Выйдет выйдут CRM-отчеты. Но вообще все мы планируем выпускать примерно до 15 декабря. 15-20 декабря этого года мы выпустим все. Если у нас облачная коробка, ну, то есть не коробка, а облачный Bittrex, то в принципе оно само там все как бы… С облачным, да. За нас обновиться. За вас обновиться, да. Мы только потом на готовенькое все будем пользоваться. Когда мы выпустим коробку обновления для интеграции для мессенджера, он автоматически должен будет в коробку и поставит каждому порталу специальный идентификатор и портал сам выберет, хочет ли он работать с внешней интеграцией или нет. Но мы знаем, что многие из вас сидят в коробке. И мы сделали возможность, что коробки можно интегрировать с облаком, ну и в принципе между коробками в том числе. Опять же, для того, чтобы вы как партнеры понимали, что из этого следует. Мы встречались недавно с большой компанией, у которой несколько сот компаний по городам. И вот эту шину и коробку Bittrex 24 мы предлагаем использовать, мы хотим на ней сделать новую версию Bittrex 24 Enterprise. То есть вот то, что сегодня холдинг, мы хотим его новую реинкарнацию, новую реализацию этого проекта. Концепция будет звучать так. В каждом филиале ставится свой Bittrex 24. Ну в нем, например, 100-200 человек. И между ними шина. То есть вы как бы в маленьком своем заповеднике, но вы можете общаться между компаниями. Получается уникальное предложение для больших групп, для больших компаний. И мне кажется, нам будет с чем повоевать прям за крупных клиентов. Облачные Bittrex будут по умолчанию между собой подключены. Совершенно верно. Прошу вопросов. У меня еще вопросик маленький, наверное, больше к Юрию. Подскажите, а вы рассматривали сценарий создания лидов генерации через телефонию, когда клиенты звонят со скайпа? Да, но у них хапи хорошего нет. Надо что-то думать. На самом деле… Западные клиенты, очень много западных клиентов, которые коммуникациируют с нашими. Да, да, да. Они используются только скайпом. На самом деле Microsoft делает нам неоднозначные намеки и предложения. Есть у них очень активный сейчас отдел, и они изменили политику, и они открыли, начинают открывать аппи для скайпа. Честно говоря, из-за релиза мы эти встречи сдвинули. Я думаю, что к зиме у нас будет ясность, что именно они предлагают. Мы вообще бы хотели интегрировать. То есть если будет аппи и голосовой шлюз, то мы обязательно его сделаем. Это было бы очень полезно, да. То есть тут задача не заставлять работать определенным сценарием, а объединять самые разные типы коммуникаций. Конечно. Так, я, простите, вынужден прервать вопросы, потому что нам очень быстро нужно двигаться. Друзья, вот еще один момент, касающийся B3G4. Скажите, а какой сегодня день? Вы же все знакомы с e-commerce? Черная пятница. Именно поэтому сегодня мы объявили однодневную акцию, Black Friday B3G4. Любой из вас и все ваши клиенты могут купить 50% скидкой годовые и полугодовые команды и компании. Вот ровно сегодня нужно заказать и платить счет, скидка ровно 50%. Ну, как водится, в полночь все это превратится в тыкву. А сейчас, ну не знаю, может, вы сейчас все сорветесь и убежите делать заказы. Даже не знаю. И теперь представление коммерческой платформы. Вообще, на самом деле, Дима заставляет всех нас экспериментировать. Вообще, долгое время западный отдел, американский, немецкий, они экспериментировали и показывали нам, как нужно работать. Сейчас все наоборот. Вот эту пятницу сделал только он. Посмотрим. А все наши упёртят, говорят, а нет, ну как мы, корпоративный инструмент, какая черная пятница? Дима говорит, я вам докажу. И он доказывает. Я могу раскрыть еще один секрет. Еще 50% скидки. В понедельник будет киберпонедельник, 30% скидки. Да. А сейчас мы выясним. А в этом и есть коварство, да? Так, хорошо, поехали. Попытаемся пролистать теперь эту презентацию. Управление сайтом. Наш любимый продукт, с которым мы каждый день работаем и зарабатываем сильно больше зачастую, чем на Bitrix24. Хотя я думаю, что это изменится. А у многих уже изменилось. Так, давайте мы пробежим общую часть. У нас на это уже не остается времени. И я, может, вы повернете презентацию? Я буду здесь листать сам. Это будет здорово. Давайте красивые рейтинги пропустим. Вот не хочется, да, смазывать составляющие. Ну давайте на некоторых вещах остановлюсь. Вообще несколько технологий, которые прекрасно помогают и продавать, и делать уникальное решение. Одна из технологий. Композитный сайт, которая оказалась вообще уникальным решением и по скорости, и по удовлетворенности клиентов. Когда я уже наезжал? Мы получили патент. И международный патент на композитную технологию. Пульс конверсия. Много мы говорили о том, что здесь вот дальше будет некоторое перечисление инструментов, которые очень хорошо работают и при продаже клиентов, и при демонстрации этого клиентам. Бизнес-модель интернет-магазина. Мы рассказывали о том, как партнеры зачастую спорят с клиентами. Обы тестирования. Прекрасный инструментарий. Раздел для маркетолога. Вот сейчас, по сути, мне нужно долистать до следующего. На этом слайде я его тогда пропустил. Все-таки скажу несколько слов. Вообще, по продукту, по e-commerce и по CMS, мне кажется, мы держим очень-очень высокий темп. Причем зачастую выпускаем решения, которых никто раньше не встраивал в продукт или вообще не интегрировал. И коробка. Я уже вам рассказывал в своем общем докладе. Я уверен, что современный коробочный продукт – это не просто поставить его на хостинг. Это целый набор инструментов, которые включают в себя сервис. То есть каждый клиент получает сканер безопасности. Коллеги, я еще раз вас обращаю внимание. Запустите его, проверьте себя и попробуйте что-то исправить. Это очень важно. И это бесплатно. Скорость сайтов, которая очень многим помогла. Облачный бэкап, облачные файлы, CDN-ускорение, пуш-нотификации, персонализация, облачный мониторинг. Очень многие поменяли хостинг, потому что оказалось, что, например, были простои. А многие улучшили свой хостинг только потому, что узнали, что у них были эти простои, если говорить про хостеров. Одним словом, продукт сегодня это уже не просто не коробка, а это целый набор платформа плюс облачные решения. Итак, что мы представили в этой версии? Вся она заглавлена как новая e-commerce платформа. И мы с вами как разработчики давно, вы, наверное, слышали, что мы реконструируем продукт, мы переводим его на новую архитектуру, переводим его и на объекты, и, по сути, зачастую на новую философию. Мы эту платформу называем D7. Вообще все продукты исторически развиваются. И когда ты его развиваешь в течение многих лет, существует одна из самых важных задач для разработчиков и для нас с вами. Сохранить все вложения, которые сделал клиент и вложения, которые сделал партнер в этот проект. Потому что сложно, например, ты сделал проект, выходит какая-то новая версия, несовместимая с предыдущим. Какова будет реакция партнера или клиента? Нас обманули. Значит, мы не можем получить новый функционал. Переезд – это всегда сложность. И одна из самых сложных задач – это обеспечить соответствующую интеграцию. Поддержка 24. Пока будет бежать ролик. Ну что ж такое, а? Пока будет идти ролик, на котором можно будет увидеть, как работает поддержка. Без звука он у нас. Чуть-чуть, да. Правда, человечек будет чуть-чуть по-другому выглядывать. Примерно как в Bitrix24, вот это наш замечательный клаудмен. Основная идея – вынести поддержку там, где она нужна. Сделать ее доступным не только для технических специалистов. Получить от вас и от клиентов фидбэк, где материала не хватает, где его нужно в первую очередь, как его нужно разместить. И мы попробовали все это внутри Bitrix24. Результат оказался замечательный. Как партнеры, мы, наверное, не узнали нового, но как клиенты, они получили фантастическую поддержку. Вот у нас аудитория проекта растет очень быстро. А если клиент обратился к нам, ну мы рассуждаем так, значит мы в убытке. При наших ценах на продукт обрабатывать его вручную очень дорого. Да и в общем у всех у нас. И когда запустили в Bitrix24 поддержку, вот оно шло, шло, шло и оно стало уменьшаться. Фактически мы смогли справиться вот с этим пиком роста. Но самое главное – удовлетворенность клиентов. Сейчас в контексте внутри управления сайтом, в нужном разделе вы нажимаете поддержка, появляется статья с контентными статьями, которые написаны нами или вами. По умолчанию, конечно, мы напишем, у нас будет отдел, который будет заниматься подготовкой этих материалов. Но вы сможете писать свои статьи. Например, вы смотрите раздел обработки заказов или работа с инфоблоками. У вас есть опыт, вам есть что сказать. Вы пишете статью прямо через поддержку, публикуете ее. Она идет на модерацию ребятам в поддержку. Денис Шарова будет отвечать за проверку. Они подкорректируют, поправят и опубликуют в этом разделе. С вашими логотипами, с вашими ссылками на сайт, с вашими материалами. Поддержка 24. Ну давай, Юр, про образцово-показательный интернет-магазин. У нас, правда, реально времени, я так понимаю, не до 30 минут у нас, кстати. Хорошо. Магазины современные, достаточно сложные структуры, их достаточно сложно изготавливать. И хочется компаниям начать попробовать бизнес как можно быстрее. Мы сделали готовый интернет-магазин, который визуально красив, соответствует требованиям SEO, адаптируется на мобильных устройствах и поддерживает остальные интересные моменты, которые необходимы современному интернет-магазину. Мы его положили в коробку, чтобы ваши клиенты могли начать бизнес, попробовать этот бизнес как можно быстрее. А начав бизнес, они не смогут уже отказаться от ваших услуг. И это будет постоянный рост, постоянные изменения, постоянные какие-то движения, связанные с этим. Сейчас будет ролик. Вот так выглядит новый магазин. Он достаточно интересный. Верхний ролик выбирал технический директор. Мы не могли его отказать. Прекрасный ролик. Кстати, весь контент теперь приходится покупать. Есть специальные биржи, которые предлагают большой выбор таких роликов. Умный фильтр – обязательная часть, пожалуй, любого магазина. У нас сегодня по формату не получится показать это на планшете или на мобильном устройстве, хотя это одна из самых главных составляющих этого проекта. Один проект на все типы устройства, адаптивный проект, работа со СКУ, цветами, переключения, самые разные, там цвет, одежда, размеры, выбор, добавление. Что у тебя здесь, наборы? Это улучшенные наборы, тоже работают на планшете. Можете выбирать, изменять, добавлять. Расширено количество элементов, которые можно добавлять. Теперь неограничено, по-моему, у тебя. Обновляются компоненты, которые отвечали за корзину и за оформление заказа. И эти компоненты тоже стали адаптивными. То есть если человек выполняет оформление на мобильном устройстве, на планшете или на телефоне, размеры правильно адаптируются, правильно соответствуются, правильно показываются соответствующие вещи. Это был большой объем заказа для выполнения всего. Вот это образцово-показательный интернет-магазин, который как бы, мы считаем, хороший старт. Натянуть на него новый дизайн и сразу предложить клиенту большой, богатый, функциональный и оттестированный интернет-магазин. Так, соответствуют SEO-требованиям? Ну это, наверное, самый интересный момент, то, что для SEO-шников сделано максимально удобный интерфейс. Они могут работать теперь с битрисом, не нужно ничего программировать. Мы поддерживаем такие некие автоматические шаблончики, которые они могут для вас набрать. И клиенты ваши, когда будут набирать в соответствующих разделах конкретные товары, будут автоматически из шаблончиков формироваться. То есть все шаблоны уже настроены, предустановлены. Человек просто набирает товар и правильно формируется большинство SEO-атрибутов, которые могут потребоваться. Так, и это, собственно, и называется адаптивный, то есть он готов для работы на всех устройствах и совместим с мобильным приложением, которое может быть использовано для разработки проекта. Персонализация. Есть у нас большой проект по большим данным, который каждому клиенту индивидуально рекомендует товары. И в этом решении уже расставлены компоненты правильно на главной странице, в списке и в детальной карточке товара, что, в общем, заметно увеличивает продажи. Это был предыдущий магазин, это текущий, в котором мы делали АБ-тестирование для того, чтобы самим убедиться, что этот магазин лучше воспринимается. Кстати, в том дизайне в ролике не видно, а здесь хорошо показаны элементы, которые являются частью дизайна, очень хорошо помогают продавать такие решения клиентам. И они зависимы от каталога, при переходе по каталогу могут поменяться картинки, которые по бокам. Мы поддерживаем интеграцию с 1С и поддерживаем все редакции, которые существуют для Украины. И это реальное, то, что называется, секундочку, сейчас я верну назад, что такое реальный режим интеграции. Если установлена связь, работает real-time, как мы говорим, коммуникация между 1С, заказ появился в интернет-магазине, он в реальном режиме времени оказывается в 1С. Многие клиенты предпочитают отгружать его непосредственно в 1С, они меняют статусы, атрибуты, выписали документы на отправку. Поэтому эти все статусы автоматически идут в онлайн, меняются для клиента, и ему уходят письма о том, что ваш заказ скомплектован, ваш заказ доставлен или отправлен. И вся нотификация, которая необходима клиенту, автоматически отправляется. Естественно, магазин проходит тесты скорости с сайта. Нас спрашивали, как вы вообще смогли сделать зеленый цвет, у вас слишком много всего. Достаточно несложно сделать настройки, там просто нужно, когда вы выбираете, включать не все бездумно, а смотреть, какая настройка именно для вашего хостинга меняет, или для вашего местоположения вашего магазина, меняет в лучшую или в худшую сторону. То есть можно экспериментами, запуская тест, смотреть, что повлияло. И в принципе результаты добиться до зеленого цвета достаточно несложно. Я ничего специально не сделал. Все решение в зеленой зоне. И вы знаете, что Google теперь целенаправленно депримирует сайты, у которых оранжевая, не говоря о красной зоне. Так что решение достаточно легко подготовить и адаптировать. Так, готовое решение. Из коробки, естественно, поддерживается композит. Если вы используете нашу вертмашину, то композит может работать на… Через Nginx. Через Nginx. Но даже без этого будет работать. Да что ж такое. Что для скорости сделано? Композитная технология, скорость сайта, объединение сжатия GSCSS, перенос GSCSS вниз страницы. Есть у нас такие сжатие, оптимизация изображения, автоматическая оптимизация. Ну вообще идеально, когда вы находитесь очень быстро. Решение у нас попадает сейчас туда. Но это, еще раз подчеркнем, зависит от хостинга, от его удаленности от ваших клиентов и посетителей. Но в целом, в очень быстро-быстро вы наверняка попадете. Так, выдерживает нагрузки. Давайте пробежим эту часть. Обновление модуля. Обновился модуль управления баннерами. Вы теперь можете размечать области, показывать баннеры. Это тоже баннер. Это Parallax Effect, который управляется баннерным движком. Очень легко показывать, на каких устройствах баннеры должны показываться. То есть вам не нужно знать никакие ухищрения, просто ставите галочками, где это отображать. Очень легко менять контент. То есть вы можете передать полностью управление, изменение какой-то информации на сайте, отдать контентщикам, которые знают, что вот здесь нужно что-то поставить. И контентную часть будет менять достаточно просто. Для этого не нужно будет привлекать программистов. Вообще удобно, когда тот или иной баннер или размер изображения можно, например, показывать или не показывать на мобильном устройстве. И сейчас вы этим можете управлять просто в баннерном движке. Вот, собственно, настроить листалку, сменить, организовать рекламную акцию, подготовить. Ну, чтобы не залезать в код, можно сегодня через баннерный движок. Итак, многостраничные баннеры, баннеры с видео, баннеры с Parallax Effect, адаптивные баннеры. Полностью переведен модуль на платформу D7. Ну что ж, пошли к e-commerce платформе. Еще раз скажем, что основная задача была не только ее выпустить, но и сохранить все разработки для клиентов, которые осуществлялись. Каждый проект должен сохраниться в совместимости. Здесь у нас такая таймлайн, в которой мы показываем, как платформа развивалась. Тиражным продукт стал с 2003 года. Иногда мне кажется, что так прошло много времени. Самый, наверное, такой удивляющий вопрос, когда мне спрашивают, а можно ли, если бы тебе предложили заново делать продукт, ты бы вообще согласился? Я иногда, оглядываясь назад, думаю, не знаю, столько лет, столь такая история прошла. Но вот эти вот все годы мы продукт развивали, выпускали тот или иной функционал, развивали e-commerce платформу. И где-то вот с 2013 года, вы помните, мы объявили, что начинаем переход на новую архитектуру. Но мы выбрали путь именно совместимости. Сначала было переведено ядро, мы последовательно начали переходить, дошла теперь очередь до e-commerce платформы. В 2014 году, даже чуть-чуть раньше, мы начали выпускать обновления, и у нас, по сути, шло две платформы. Другая стояла у нас в бете, если я не ошибаюсь. Но вот сегодня можно говорить о том, что та ветка завершается, и нужно будет обязательно сконвертироваться на новую. То есть вы не сможете продолжать функционировать со старой, но перенос данных, мы сейчас расскажем об этом, выполняется. И мы как раз представляем новую платформу, которая, будем так говорить, на следующие 10 лет с большим запасом и по технологиям, и по платформе. Это и требования, и требования времени, и новая архитектура, масса других вещей. Все это полностью перепроектированное решение. У вас сразу вопрос или комментарий? Да, я сегодня вам запомнюсь. По-моему, на релизе 15.5 была анонсирована такая штука, как поддержка холдинговой структуры. О, я вас запомню вопрос, чуть-чуть попозже отвечу. Да, мы расскажем про это. Итак, как перейти на новую платформу? У нас была табличка, мы к этой презентации ее, правда, решили убрать. Изменения по структурам и по таблицам. Как выглядит технический переход? После установки 16.0, все поставили, вверху будет полосочка «Запустить мастер установки». Эта же полосочка будет у вас в разделе «Магазина», только в виде пункта «Меню». Все, вот так, это все в реальном режиме времени. Вы запускаете, вам говорят, что необходимо, резервную копию, все-таки сделайте, коллеги, перед тем, как конвертировать. 2000 проектов перешло, и вообще стабильность очень высокая. Но на всякий случай, чтобы и вы, и клиенты, все было спокойно, не сделайте обязательно вэкап. Здесь один момент, вас обязательно перейдет на местоположение 2.0, будьте к этому готовы, если у вас были кастомные местоположения, заранее сделайте выгрузку ваших данных. Итак, прошли сначала изменения структур и выполнена конвертация всех данных. То есть мы, по сути, создаем новые таблицы под новую архитектуру и под новую структуру. Если раньше было, по-моему, 60 классов, то их сейчас, по-моему, около 260-280 классов и методов. И мы все данные, что были, переносим в новую архитектуру, подключаем новую API, новую конфигурацию, но все старые методы будут вызывать, они реализованы через новую архитектуру. То есть все старые методы, которые были, они сохранят свою функциональность. И вот здесь мы как раз показываем публичную часть сайта, которая не изменилась и которая сохранит свою работу. Будьте внимательны, если вы модифицировали ядро, либо делали прямые запросы к базе. Понимаете, что это вообще ядро модифицировать всегда неправильно, а сейчас может быть и очень неправильно. Но если вы модифицировали ядро, API должно быть полностью совместимым. Весь тест по переходу мы выполняли на целом ряде проектов, но наша тестовая машина – это полтора миллиона заказов. Конвертация вот такого проекта занимала всего 10 минут. И на общем таком обычном железе, ничего выдающегося. Поэтому большинство проектов, вот так как мы показали в реальном ролике, примерно столько времени у вас займет. Но не забывайте еще раз, что сайт на это время мы закрываем. Помните, есть страница заглушки, поэтому вместе с клиентами, когда будете делать переход, выбирайте субботу, воскресенье, выбирайте какое-нибудь там вечернее время. Сконвертировали, убедились, проверили, что все хорошо, и дальше можно уже работать на новой архитектуре, на новом проекте. Итак, пойдемте теперь дальше. Новая архитектура обработки заказов. Мы здесь рассматриваем пример, когда поступает достаточно большой заказ. Не все позиции вы можете отгрузить. Вот вы видите, какое количество позиций было сделано, на какую сумму сделан заказ. Вы просмотрели заказ, вы видите, что не все позиции можно сделать отгрузку. Вы удаляете отгрузку, которая создается автоматически, и набираете новую отгрузку с теми позициями, которые вы можете отгрузить в данный момент. Можно, естественно, во время отгрузки выбирать склады. Здесь я склады не выбираю, просто количество проставляю. Сохраняете. Через некоторое время приходит еще товар, который вы недоотгрузили. Вы делаете еще одну отгрузочку. Во время этих отгрузок клиенту уходят все уведомления, что ему отгружается. Но вы можете забыть, все ли вы отгрузили или не все. Для тех целей, чтобы посмотреть, все ли сделано отгрузкой, сделан специальный раздел «Анализ заказа». И вы видите, что вы упустили часть отгрузки. Вы можете видеть, какие документы попали в эту отгрузку, переходить быстро к этим документам, ну и отгрузить то, что вы забыли. В разделе «Отгрузки» теперь можно видеть отдельно документы для складского учета, отдельно документы для оплаты. Это сделано для того, что отгрузку и оплату обычно делали на стороне 1С. Менеджеры сидят внутри буса, управляют заказами, общаются с клиентами. Отгрузка вся сделана в 1С. И все статусы, все данные, которые в 1С меняются, они попадают к вам в систему. Менеджер может видеть, что происходит по отгрузке, может разрешать эту отгрузку, изменять эту отгрузку, если необходимо или требуется. А те, кто отвечает за отгрузку, уже делают реальную ее отгрузку. Вообще обработка заказов стала большой, комплексной и функциональной. Если я не ошибаюсь, появилась API, которая позволяет вам без кастомизации этих форм встраиваться в эту страницу. Целыми блоками, да. Да, потому что многие из вас часто кастомизировали страницу обработки заказа под клиента. Сейчас можно делать это, не меняя страницу. Через API, если вам необходимо, вы можете строить необходимую обработку для обработки, вообще для организации заказа. Частично вышла уже документация, и у нас появился твиттер, который твитит, отдел документации сделал свой твиттер технический, он твитит ту документацию, которая выходит. Через некоторое время выйдет полная карта кастомизации данной формы, и вы сможете встраиваться и изменять. Вообще это, наверное, сердцевина магазина. Клиенты в ней часто активно работают и очень часто хотят от вас доработок именно по этой части. Мы постарались сделать так, чтобы эти кастомизации выполнялись значительно проще и для вас, и без потери связи с платформой. Новая система управления службами доставки. Здесь у нас не так много времени. Мы, наверное, скажем, что, как я говорил, все службы доставки развиваются. Многие из них сделали API, и мы не только перевели на новое D7, мы научились интегрировать с большинством служб доставки, чтобы автоматически появление статуса и весь трекинг по заказу приходили вам и уходили уведомлением клиенту. То есть, например, доставлено теперь на такой сортировочной станции, на такой сортировочной, готовы доставлять или доставлено в ваш город. Вся эта цепочка по нотификации работает здесь. Новая система управления платежными системами. И здесь тоже целый набор изменений, и не только архитектура, но интеграция по API с платежными системами, поддержка агрегаторов. Но здесь ключевое то, что вы сможете очень легко и быстро настраивать платежные системы. Если раньше требовалось бежать к клиенту, когда он захотел добавить какую-то новую платежную систему, нужно к нему бежать, что-то делать. Там вроде и за работу не выставишь ничего, потому что вроде ничего сложного, и вам бежать к клиенту. Сейчас клиенту достаточно ввести идентификатор магазина, логин, пароль полученный от платежной системы, и все остальное за него сделает Bittrex. То есть, вы можете это делать как консультация. И сделали поддержку возвратов. Одна из таких сложных дилемм для магазина. Клиент захотел вернуть, и вы должны вернуть ему деньги через эту платежную систему. Ну, например, хочу, чтобы вернули мне на карточку. Вообще, приходилось хитрить. Вот если платежная система поддерживает это API, по-моему, с несколькими сделали. Две. Робокасса и Янекс.касса. Соответственно, деньги обратно. Так, новая система управления профилями. Ну, здесь самое главное изменение, это то, что на момент оформления заказа клиент выбирает, какой службы доставки он хочет получить этот товар, и выбирает ту службу оплаты, которую он выбирает. И мы спрашиваем только ту информацию, которая потребуется для этого. Выбран самовывоз, соответственно, имени, фамилии или просто имени телефона достаточно получить от клиента. И остальная информация как бы не нужна для его заполнения. Для клиентов очень большая ценность, обращайте на это внимание, это собираемые профили всех покупателей и всех посетителей. Более того, не только их заказы, но когда, например, старый клиент вернулся, проходил, посмотрел определенные товары, мы их собираем. Формально мы на них строим тот сервис, последнее просмотренное, помните, да? А по факту они хранятся здесь и являются материалом для дальнейших размышлений для клиента. Возвращался, ходил, может быть, нам что-то сделать, вам какое-то предложение. Ну и ключевое, если клиент не справляется с оформлением заказа, делает вам звонок и говорит, я не могу оформить заказ, вы можете, перейдя в этот профиль, помочь ему сделать заказ, вы уже видите все, что он просмотрел. Можно кинуть его товары в корзину, видеть, что у него уже лежит в корзину и помочь ему дооформить заказ, тем самым увеличив конверсию. Новая система обработки, работы со складами, неограниченное число складов, учет складских остатков, единицы измерения, ну, например, приняли тонну, а потом продали граммами, условно говоря, правильно расписывая соответствующий товар и другие части. Ох, не нравится мне спешить, хорошо бы на каждом постоять, да, подольше. Много важных, полезных вещей. Чуть-чуть поговори про СКУ. Ну, продолжаем развитие СКУ, эти, как бы, торговые предложения становятся все популярнее и популярнее, экономите вы на количестве, выводящих там в топ данных каких-то, и мы продолжаем их развивать. Самые важные изменения – это возможность управления отсутствующими товарами, можете либо их скрывать, либо убирать их вниз, то есть это было очень важной такой вехой. Появятся дополнительные шаблоны показа торговых предложений, возможность подписаться, да, улучшение по производительности, улучшение по компонентам сравнения. Развиваем наборы, мы их уже смотрели, можно количество неограниченное теперь в набор добавлять, очень легко стало управлять и компонент полностью хорошо работает на мобильной версии. Комплекты стали полностью авторассчитываемыми, легко собирать, очень любят строительные компании, когда нужно собрать из многих вещей в ванна, сместитель, еще что-то. Клиент не видит, кончились трубочки на 70, добавили 80, отдали клиенту. Все, все довольны, все счастливы. Ну мы уже говорили про адаптивный шаблон при оформлении заказа, пройдем дальше. Подарки, по-моему у нас ролик там дальше, да? Да, роликом. Подарки вас преследуют по всему магазину, мы их отображаем в списке товаров, подсказываем их, вот сейчас клиент не захотел выбрать никакой подарок, он не понимает, что это такое, ушел в карточку конкретного товара, он хочет сделать покупку. Мы опять показываем ему подарки, он их опять не замечает, уходит в корзину. В корзине он наконец-то догадывается, что это все-таки был подарок и нужно выбрать. Здесь пока кнопочка купить, но уже на самом деле кнопочка выбрать. Он выбирает подарок, подарки уходят, он видит, что в корзине лежит подарок с нулевой ценой, со стопроцентной скидкой и видит товар. Он убирает подарок, он понял, что это такое, хочет другое выбрать, может перевыбрать прекрасно, мы опять возвращаем подарки. То есть можно клиента увеличивать как бы ваш средний чек, увеличивать лояльность клиента. Вообще, когда мы с вами приходим к клиенту объяснять или предлагать продукт, прекраснейшим образом работает аргументация, в которой мы говорим, что весь функционал, который раньше в общем можно получить только в больших проектах, в Амазоне или еще у кого-то, теперь доступен в коробке. Наборы, комплекты, подарки, комплектация, маркетинговые акции, масса инструментов, и вы говорите, все теперь это доступно для того, чтобы вы могли построить проект в общем мирового уровня. Это очень важно, потому что с одной стороны это быстрый старт, а с другой стороны сам потребитель, он же выбирает даже иногда не технологии, не товаром, а как бы ожиданием того, что проект соответствует уровню. И много разных факторов влияют на восприятие. Маркетинговые акции. Мы агрегировали самые важные акции, которые делали маркетологи, мы сделали специальный раздел для маркетологов и добавили возможность им быстро создавать акцию, чтобы они не разбирались, как там это настраивается, что делается. Заходят в список, читают, нажимают, выбирают какой-то конкретный товар, акция запущена. Вообще под этим движком большущий инструментарий скидок на товары, на типы платежных систем, там очень много параметров, но сложновато для обычных маркетологов, поэтому появились наборы. И клиенты из офлайна очень ценят, когда, вот здесь есть такой значок 1С, когда офлайн и онлайн акция синхронизирована. То есть вы ее подготовили в 1С, она синхронизировалась с сайтом, и, например, на эту категорию товара скидка теперь и там, и там, и в магазине, и в интернет-магазине. Сделали отдельный раздел интеграции с торговыми площадками, вы можете встраивать как партнеры свои торговые площадки в этот раздел. Очень важный раздел становится, потому что трафик нужно привлекать к магазинам, и две площадки… Но мы его только закончили, вообще я надеюсь, что появятся украинские площадки, с которыми можно будет интегрировать. Дима сейчас нас не слушает, а мы его уговорим доделать набор готовых решений. Так, ну, листалочка, мультиканальные продажи. Появилась чудесная схема. Кстати, клиенты ее очень любят. Я попробую на ней объяснить общую идею и концепцию. Вообще проект стал большой, и новая e-commerce платформа, и вот даже система обработки заказов объединяет сегодня все источники, откуда может поступить заказ. С мобильных устройств, с планшетов, с персонального компьютера, с мобильного апа. Это немножко другое, это не мобильное приложение, ну, как бы не адаптивный сайт, это мобильный ап. Розничные магазины из офлайна через e-mail подписываются, через телефон. Вы видите, там даже написано внизу «мессенджер». Я надеюсь, что мы доберемся до этого. У нас есть там планы, как подключить мессенджеры к интернет-магазину. Одним словом, это и называют «омни-продажи» или там «мультиканальные продажи» по-разному. Что представляет собой продукт? Большой блок управления заказами. Есть такая английская аббревиатура Order Management System. Управление товарами и ценами, PIM. Маркетинг, облачные сервисы, как бы такой фундамент. Интеграционная шина, через которую мы подключаем и 1С, и внешние учетные системы. Bitrix24 с серым, с телефонией, с мессенджером. Marketplace, 2500 готовых магазинов. И блоки интеграции. Есть у нас вот такой слой, который отвечает за визуализацию и масштабирование. Я там несколько слов скажу про эластичный веб-кластер, композит и технологии быстрой визуализации. Собственно, все это закрываем проактивной защитой. Такая вот, на первый взгляд, упрощенная схема, которая внутри может быть развернута. Но я с вашего разрешения уже не буду детально разворачивать. Таким образом, новая e-commerce платформа соответствует новым требованиям по разработке. Как мы, разработчики, рассуждаем. Новые паттерны разработки. Полностью документирована через PHP.doc. Все своевременно. Современные технологии объектно-ориентированного программирования. Интеграция с внешними системами. И все, когда проектировалось, одна из главных задач была не только не ухудшить, а улучшить производительность. И это вообще редко случается с теми, кто меняет платформу или реконструирует. Мы смогли улучшить производительность вообще интернет-системы и подготовить ее к масштабированию под большие проекты. Но, наверное, самый важный для нас такой вывод, что мы смогли представить платформу на ближайшее десятилетие. Очень сложно загадывать, как, например, в 2003 году сложно было заказывать, что половина продаж будет происходить через мобильное устройство. Я не знаю, может быть, через 10 лет мы вообще будем через специальные чипы в голове делать заказы. Но пока мы развиваемся в этом направлении, и платформа создана с запасом на значительное развитие. Так, e-mail маркетинг. Модуль. У нас будет отдельный доклад, если я не ошибаюсь. Здесь мы рассказывали о том, что есть обычные рассылки, есть триггерные рассылки. Юра об этом детально расскажет. Но очень хочется похвастаться визуальным редактором по формированию рассылок. Расскажи немного. У нас внутри рассылок есть мастер, который помогает вам пройти рассылку. Сделано, опять-таки, для неподготовленных пользователей. Вы выбираете, кому рассылать. Вот я выбрал там 20 тысяч пользователей для рассылки. Выбираете конкретные готовые шаблоны. Мы для партнеров сделали удобный механизм встраивания таких шаблонов. Вы сможете сами создавать свои шаблоны. И попадаете в визуальный редактор, в котором обычный пользователь может менять картинки, изменять блоки, не портя верстку. Блоки обернуты в специальную разметочку. Вы тоже, как партнеры, сможете делать. Вот эта правая сторона, где вы выбираете эти блоки, она, опять-таки, наполняемая. Вы можете сами добавлять нужные вам блоки, как поставлять, как решение. Через Marketplace можете, либо для своего клиента сделать туда несколько готовых блоков и компонентов. Меняется текст, меняются картиночки. Все это подгоняется под мобильное устройство. Сейчас все закончим. И мы увидим, что можно сделать просмотр этого текста на разных типах устройств. Вернее, не текста, а письма, которые мы собрали. Таким простым способом письмо собрано. Идем в предпросмотр. Можно посмотреть на мобильном телефоне, на планшете, на дисктоп-устройстве. И для e-mail там специальная рассылка. Это вроде бы HTML, конечно, но он очень специфический. Если вы верстали, то она своеобразна. Очень гордимся этим редактором. Мы рассчитываем его использовать не только в рассылках. Но, наверное, не буду забегать. Может, сегодня вечером на фуршете что-нибудь обсуждать. Запускается рассылка, отправляются письма. Все отлично, все ушло. Так появился инструментарий по подготовке рассылок. И следующая часть с рассылками. Мы эту часть и тогда пропустили. Персонализация. Один из проектов, которым мы занимаемся уже давно, в два года, и который набрал очень много данных. Иногда даже не верится, что мы эти цифры обрабатываем. Миллиард 100 миллионов событий. 402 миллиона уникальных пользователей. Я не помню. Здесь ошибка. Тут 38, по-моему, миллионов товаров. И там 24 тысячи магазинов. Самое главное, чем гордимся, от 9 до 37 процентов увеличиваем продажи в интернет-магазине. Бесплатно. Просто вы начинаете продавать больше. Как это все работает, расскажут сегодня во втором потоке ребята. Как устроено, как обрабатываются все эти части. И в релизе мы представляли персонализацию рассылок. Три сценария. Первый сценарий. Первый сценарий, когда новинки каталога, которые поступают к вам в магазин, мы их агрегируем, видим, что произошло поступление, увеличилось количество. Мы их добавляем в письмо, автоматически отправляя конкретным клиентам то, что может их заинтересовать. То есть письма уходят не всем. И не все товары из того, что поступило на склад, могут уйти всем клиентам. Мы смотрим, какой товар из поступивших может понравиться какому из клиентов в вашей базе. И только этот товар, и только этому человеку будет сделана отправка персонального уведомления. Второй сценарий. Да что ж такое. Запутствующие товары. Это самая сложная схема, которую почти никто в магазине не делает. Никто не делает соответствия тем товарам, которые продаются. И не делает дополнительные товары к этим продажам. То есть это технически можно, но клиенты не любят возиться с этим. Бигдата, она формирует эти связи на основании тех клиентов, которые уже были в магазине, их просмотров, интересов и массы других вещей. И когда клиент сделал покупку, вы через 1-2 дня, а вернее, это сказать, система обработки триггеров, может персональные письма рассылать этому клиенту. Нам кажется, что вас заинтересует то-то. И вот этот вот набор предложений будет индивидуально формирован для каждого клиента. Опять-таки отправка произойдет только в том случае, если мы найдем в магазине какое-то соответствие для этого товара, который купили, может не быть такого товара. И будет сделана отправка конкретных товаров, которые могут подойти. Так, и третий. Ну это очень интересный сценарий. У всех в магазинах, у всех клиентов ваших, кто владеет магазинами, есть остатки, которые остаются на складе, как бы лежат мертвым грузом, увеличивают, как бы уменьшают его оборот, и от них хочется избавиться. Но слать такие товары рассылкой по всей базе, это несколько издеваться над вашими клиентами. Не каждому этому может понравиться. Вы выбираете эти товары, добавляете их в рассылку, это уже не триггерная, а обычная рассылочка одноразовая. И говорите, подбери кого-нибудь из этих клиентов и предложи ему этот товар. Система проходит по всей вашей базе, смотрит, понравится ли данный товар, от которого нужно избавиться для данного клиента. И если этот товар его может заинтересовать, она делает ему рассылку. И будут учитаны все просмотры. Вот, например, он раньше смотрел, но не пошел оформлять. Или будут учитаны добавленные в корзину или брошенные корзинки. Ну, например, кто-то присматривался к какой-то, не знаю, там одежде, но по каким-то причинам не выбрал. Вы бы уже готовы продать, и даже уже скидка давно стоит, там, 50%, но не знаете, как этому клиенту вернуться и дать ему предложение. Это как раз механизм избавиться от складских остатков. Нам говорят, что у нас времени нет, мы уже не сможем этот ролик показать. Давай. О, единая авторизация. Все-таки хочу несколько слов сказать. Мы запустили единую авторизацию для всех проектов, работающих на Bittrex. Вы указываете, входите в свой портал, и после обновления на 16.0 у вас появится такой диалог. И если у вас есть Bittrex24 аккаунт, либо вы его сможете создать, вы его привязываете к своему входу в этот портал, в административный раздел. Все в дальнейшем вы уже, знаете, как авторизация в соцсетях, как в Facebook, войти Facebookом, вы также сможете в этот портал входить через Bittrex24. Нажимаете кнопку авторизоваться Bittrex24, и сверху появится список проектов, которыми вы управляете. Кликнули, попали в тот проект, в котором вы в дальнейшем работаете. Есть такое ругательное слово Single Sign-On, когда говорят, что вы можете управлять одним аккаунтом с большим числом проектов. Сейчас вам не потребуется ничего настраиваться, обновившись на 16.0, такая возможность появится. Вы можете ей не пользоваться, а можете пользоваться. Нам кажется, что она будет очень удобной. Есть перспектива развития этой темы. Обновляется мобильное приложение, оно будет содержать целый набор и поддержка новых устройств, оффлайн-режим, мастер изменился, поддержка через СЭС, кастомизация внешнего вида. Уже больше 200 приложений, работающих в сторах, самых разных. Так, ой, Дима не видит, да? Есть еще время? Да что ж такое, он прячется. Эластичный веб-кластер. Ну давайте хоть два слова скажу. Вот, черная пятница, это как раз для этого. Эластичный кластер. На самом деле это технология, когда проект может меняться, давай вот на этом слайде покажу, когда в зависимости от нагрузки проект меняет число серверов. Растет нагрузка, она начала увеличиваться, например, в 9 утра. В зависимости от средней загрузки машин происходит выставление серверов. Это графики с реального проекта. В 9 число проектов уже стало, машин стало 27. И в итоге в пиковую нагрузку 55 серверов обслуживали проект. Это реальная ситуация, когда бывают проекты, в которых можно строить такие конфигурации, что позволяло независимо от нагрузки держать среднее время генерации проекта. И самое главное, почему он называется эластичным? Он, во-первых, тянется, во-вторых, использует облачные возможности дата-центра. То есть это не горы железа, которые не используются ночью. Например, 10 серверов нужно в ночное время, а в дневное нужно уже 50. Таким образом можно делать, ну тут даже есть такое, катастрофоустойчивый эластичный веб-кластер, размещенный в двух серверах, вплоть до того, что даже в разных географически распределенных зонах. А вот я не могу быстрее закончить, потому что не листается. Нашел, да, как говорить об этом? За меня листают. Я уже нажимал назад, но за меня уже пролистывают, чтобы я не отставал. Мы будем об этом что-то говорить? Это цены на текущие продукты. Да, друзья, вам знакомы эти цены, сейчас они действуют для всех. И, наверное, сегодня я бы хотел поговорить, но, к сожалению, у нас не будет уже совершенно времени для этой дискуссии. Вы знаете, какая инфляция у нас была в этом году? Уже по итогам 10 месяцев 40% инфляции. Прогнозируется до 46 суммарно по году. Мы бы хотели обсудить с вами изменения этих цен. Я здесь буду целый день. Кому этот вопрос, для кого этот вопрос очень актуален, пожалуйста, найдите меня, давайте об этом поговорим. Мы бы хотели как-то так скомпенсировать и одновременно, чтобы оставаться в экономике, и одновременно, чтобы всем клиентам было продолжать выгодно покупать, использовать наши продукты. Вопрос цены остается актуальным. Мы до начала акции декабрьской хотели бы уже все анонсировать и определиться окончательно. Давайте вот сегодня здесь об этом поговорим. Правильная ситуация? Пятница для Абитрик-24. Ну тоже, видите, не рискнул сразу жестко. Так, когда все выйдет? Кстати, вот на основании этой пятницы будут сделаны выводы, и наверняка потом дальше будем пробовать на всех остальных. Дима, ну ты должен индивидуально провести переговоры, отдельно в черную пятницу устроить. Когда все планируем выпустить? 15 декабря, 23 декабря – это даты, когда мы планируем выпустить обновление для управления сайтом. Одним словом, мы опять же планируем завершить все в этом году. Вот считаем, что 25 декабря мы все должны уже отмечать Рождество. Большой проект, e-commerce платформа из бета-версии, в которой она простояла достаточно большое время, переходит в релиз. И в нашем распоряжении весь состав. А вот это все замечательные ребята, которые выпускали этот продукт и Битрикс-24, и управление сайтом. И мне кажется, у нас получились фантастические релизы в этом году. Я думаю, что мы можем им поаплодировать за то, что такой хороший релиз и состав они выпускают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова